Глава пятая. Университет. Проблема ножниц. Университет. Проблема ножниц. Университет. Проблема ножниц. Петрункевич один из основателей Конституционно-демократической партии. С конца 1860-х годов участвовал в земском движении в Черниговской и Тверской губерниях. В 1904-1906 годах участвовал в городских и земских съездах, примыкая к их левому крылу. В представлениях этих лагерей не было места тревоги. Тревога и политическая революция представлялись мирнейшим гулянием во фраках. Чувство сдвига сознания отсутствовало в круге, где я развивался. Либералы грозили дурному городовому растрясам режима не для себя, для него. Скучная мирность застоя, конец истории всяческих потрясений, бывало, меня убивали. Читая об исторических революциях, думал я, все это в прошлом, всего этого не увидим мы. Но сдвиг сознания вкрадывался в детей рубежа, так сказать, со спины, пред собой взметая лишь пыль бытовую. Одиночество созерцания взметаемой пыли охватывало. Для меня таким созерцанием было узнание всей моей жизни. А у нас дома не видели неблагополучия нашего, небезобразия нас замкнувшего быта. Социальная действительность подавалась в двух редакциях, либеральной и консервативной. Я же инстинктом послал уже к черту редакции эти, как комнатный перекур после споров. С детства впитанное переживание свое я оформил лишь в 1903 году в открытом письме к либералам и консерваторам, воспринятым консерваторами как безобразие радикальное, а либералами как ретроградное. Анархического протеста не видел никто. А моя социальная грамота началась позднее. В беседах с отходящим от Маркса Кобылинским. Серьезное социологическое чтение началось с 1904 года. Перевлекала внимание методология ножниц меж миром искусства и миром науки в попытке идеологического построения символизма как триадизма. И социальным вопросом не занят был я. Ахиллесова пята осозналась уже в первых годах начала века. Изменение сознания изживалось индивидуально, не социально. В терминах кризиса сознания или в терминах неопределенно переживаемого конца века, с подстановкой разных гипотез конца культуры Европы или мира, социально-экономической базы переживаний своих я не видел. Терминология, мною усвоенная тогда, то казалась мистической, то аллегорической. Но словесные надстройки служили для зарисовки реальности. Сознание было барометром, отмечающим смену ровного движения ртутных столбов на катастрофические зигзаги и в усилиях связать явления личной жизни, мироискусств, смены мод и даже цветов пейзажа и новых словечек, ощупывал я единую причину, которая была мне иксом разрешимым тогда, когда будет составлено уравнение. Чуткость моя в попытке ощупать икс в членах составленного уравнения. И изменение жизненного темпа было мною составлено как уравнение, символизм был уравнением этим. Выражения вроде «что-то», «конец», «мировая борьба», «атмосфера» не имели значения мироучительных лозунгов, лишь гипотетических допущений «допустим, что, предположим, в случае, если...» Языку правомерного допущения я был приучен отцом, показавшим способ тончайшего извлечения корней от произвольного допущения. Я, читающий Гамильтона, Уэвеля, Милли, и собеседник отца, поучившийся у него возможностям математической мысли, не представлял себе узости и склероза сознания в прочитывании эмблематической мысли мозгами мещан. Я не искал популярности, но самоопределение в специальнейших экскурсах и в голову не приходило, что нужны оговорки к летучим, афористическим или специальнейшим допущениям от теории вероятности, чтобы жаргон символиста не понес сквозь года грубый штамп, отпечатанный мещанином, реагирующим на слова «форма» и «атмосфера». Ага, гончарная форма, ага, мистическая атмосфера. О форме я слышал, вынь ее да положь ее. Я о методе, пока не положишь в ладонь, не поверю. Об атмосфере доселе я слышал, устали мы от атмосфер, мистика. В ряде лет шел диалог меж моим изложением системы гипотез с перечислением иксов и игреков и обывателем, напоминающий разговор попечителя-дурака с директором гимназии в эпоху Николая I. Попечитель. В классе лампа повешена криво. Директор. Ничего не стоит, ваше превосходительство, провести и диагональ, и в точке пересечения повесить лампу. Попечитель. Диагонали поставить на мой счет. Так слова о кризисе, конце, заре, ножницах поднимались диагоналями, поставленными на мой счет. Катастрофа. Ха-ха. Народился антихрист. Антиномии. О каких он лимониях. Ножницы. Думает в голове у него портновские ножницы вместо мозгов. Скучно, читатель. Оговоривший право на слова атмосферы и колорит годов, я скажу. С 1896 года видел я изменение колорита будни из серого, декабрьского колорита. Явил мне он явно февральскую синеву. Синие февральские сумерки без отрадней январских. Вместо ровной облачной пелены, бурной и отдельности синих клочев. Кто имеет глаза, тот уже знает. Приблизилось таяние с ветрами и снегопадами, возвещающими выступления из берега растопленных вод. Это было мною пережито на перегибе к 1897 году. Предвесение чувства тревоги, включающей радость и боязнь наводнения, меня охватили. Тот синий, угрюмый оттенок, воспринятый мной пессимизм, несущий потенциальную энергию больших действий в отказе от маленьких действий квартиры. В комнатах пепел слов. За окнами угроза, снежищами, слякотями и затопами. Пессимизм был пессимизмом восприятия квартирного запаха, да и самой квартиры, поставленной как на плотик, который не выдержит вешних волн. Пережито все это было в моменте, как мировая угрюмость. Нечто от этой угрюмости для меня отразил Чехов в Чайке, Бальмонт в тишине. Не это ли предпотопное посинение туч мне отметила и драматургия Ипсена, Зудермана, Гауптмана, которую я упивался? Статья Гилярова «Предсмертные мысли во Франции» ставила в заглавие эпитет «Предсмертные». Декаданс конца эпохи выметился отчетливо. То же, что переходило, рубеж являлось в символе засмертного. Отсюда же символика заглавия драмы. Переход же к 1899 году был переходом от февральских сумерек к мартовской схватке весны и зимы. 1899-1900 годы видится мартам весны моей. С 1901 года уже я вступаю в мой май, то есть в цветение надежд, в зарю столетия. Культурные мои прогнозы совпали и с переживаемой юностью. Первый год столетия был год моего совершеннолетия, личных удач, окрепшего здоровья, первой любви, новых знакомств, определивших будущее, написания симфонии, рождения к жизни Андрея, Белого и т.д. Сравни другую характеристику Белым 1901 года. «Этот год переживался мною как единственный год в своем роде. Переживался он максимальнейшим напряжением. Первая часть его мною переживалась как исключительно благая. Это был первый год нового столетия, так сказать, новой эры». Материал биографии. Понятно, что он открывает зори. Если же и для Блока, Метна, Сергея Михайловича Соловьева, моя заря совпала с их зорями, это факт их биографии, не мистика. Совпад знаменовал связь не через абстракции, в некой органике кооперации нашей. Кружок Арго лишь оформляет кооперацию, и не моя вина, если Александр Блок в 1901 году внес в слово заря излишнюю мистику. Так что и наш разговор о том, как размежевать зарю его и прекрасную даму его, длился два года, плодя рой бессмыслия от его нечеткости выражений. Критики. Не опрокидывайте зари с больной головы на здоровую. В 1901 году я был молод, здоров, работал в лаборатории и от избытка сил бегал глядеть на зарю и шутливо описывал, какие оказии получаются, если спутать зарю с розовым капотом возлюбленной, вписанной в душу большущую буквою. Доказательство симфонии. Там описана путаница и описано. А притч путаницы. Много светлых радостей осталось для людей. Симфония. Неточная цитата. В оригинале «Много святых радостей» из симфонии второй драматической. Собрание эпических поэм. Эпоха 1899-1900 годов, подводящая к рубежу, характерна мне еще проблемой ножниц, которые разъезжались и которые надо было сомкнуть. Год окончания гимназии видится плодотворным. Я разрабатывал проект написания мистерии «Пришедший», увиденный как мой Фауст, тема «Пришествие Антихриста под маской Христа». Первые куски драмы записаны весной 1898 года. Тогда же записан отрывок «Пришедший». В 1903 году я испортил его, подготовляя к напечатанию в «Северных цветах». Было стыдно выставить год написания 1898. Я выставил год правки 1903. Тему Владимира Соловьева я предварил планом драмы за два с лишним года. М. С. Соловьев считал гимназическую редакцию удачней повести об Антихристе своего знаменитого брата. Ему же читал я отрывок в 1899 году. Он впоследствии рассказал о нем и Владимиру Соловьеву, желавшему ознакомиться с моей рукописью. С начала 1899 года читаю Соловьевым стихи и отрывки в прозе и усиленно самоопределяюсь как начинающий писатель. «Написаны две весьма дикие драмы, которые читаны только Сереже. Перед выпускным экзаменом пишу трактат, разбирающий творчество Ибсона, как символиста, и сочиняю украдкой мелодии на рояле, в которых отсутствует призрак техники». С другой стороны, необходимость стать мне естественником подбрасывает проблему естествознания. Я понимаю, она не шутка. Знакомство с фактами отнимает часть художественных работ. Без интереса к естествознанию не проведу я четырехлетки. И летом 1899 года, готовясь к университету, себя окружаю я грудую книг, учебников и серьезнейших сочинений. Я уже увлечен и новыми фактами, и усвоением метода, и философии точных наук, и история индуктивных наук у Эвеля меня подготовила к моим интересам. Первый месяц по окончании гимназии — не месяц отдыха, а месяц труда и сомнений от роста ножниц и ощущений, что ножницы не смыкаемы. Начатая мною поэма в прозе в форме симфонии, предсимфония уничтоженная, и гистология. Сравнительная анатомия, ботаника, химия, попытка примирить гимназическое шопенгауэрство с естествознанием путем усвоения плохой книги о воле в природе шопенгауэра и позиции Эдуарда фон Гартмана, философии бессознательного, осознается компромиссом. Ножницы растут, но и попытка отдаться новым интересам, сохраняя время для творчества, тоже компромисс. С поэмой не ладится, и здесь ножницы. В том же перечне Белый указывает «Симфония», предшествующая по времени написания Северной симфонии. В 1903-1905 годах автор сжег рукопись как недоношенное юношеское произведение. Эпоха написания лета 1899 года. Сравни характеристику предсимфонии в письме Белого к Иванову Разумнику от 1-3 марта 1927 года. Я отдался странной, дикой, туманной, космической эпопее в прозе. Над формой этой поэмы я работал в поте лица с зимы до осени 1899 года. Потом поэма несколько лет лежала у меня, потом я ее уничтожил. Из этой формы родились симфонии. Собственно говоря, первая симфония была не Северная, а эта — Уничтоженная. Предварительный чиновой текст этого произведения сохранился. Философия бессознательного 1869 год. Основное исчинение Эдуарда фон Гартмана. Сравни запись Белого о лете 1899 года. Читаю и философию бессознательного Гартмана. Во мне уже намечается тенденция к волюнтаризму, как попытки соединить философию Шопенгауэра с данными естествознания. Материал к биографии. Я изнемогаю. И я решаю. Не налегать на искусство. Забыть о писательстве. Чтобы вполне стать студентом, вооруженным фактами. До 1901 года, не бросая ножниц, я балансирую между обоими лезвиями, перебегая с одного на другое. То с головой ухожу в научные интересы, а то сижу над формой симфоний, над Ницше и Мережковским. Трудное, бурное время. Университетские интересы меня победили тем, что не оставили времени для других. Это мучило. Зато отец ликовал. Боренько становился естественником, имеющим будущее. Он не видел в моих интересах и даже успехах далекого плана. Моей восьмилетке. Четыре года естественный факультет, четыре года филологический. При всем интересе к наукам и к фактам, мной ставилась цель о владении методом осмысливания фактов в духе мировоззрения, строимого на двух колоннах. Одна эстетика, другая естествознание. Мировоззрительная проблема, увязка двух линий. То в будущем. Настоящие открытые ножницы, порой скользящие в противоположное направление тротуары. Изволь, став одной ногою на одном, а другой на другом, не разъехаться. И оставалось одно. Стояние в точке ножниц выразить пляской на месте. Мое положение казалось безвыходным, если извне наблюдать меня. Правой рукой писал я симфонию, где лаборант Хандриков сходит с ума от жизни в лаборатории. Левой же взвешивал на весах анализируемую крупинку, находясь в той именно лаборатории, которую я описывал как сумасшедший дом. Левое полушарие мозга исследует дарвинизм и основы механики, а из правого в симфонию излучаются мысли. Мы живем одновременно и в отдаленном прошедшем, и в настоящем, и в будущем. И нет ни времени, ни пространства. И мы пользуемся всем этим для простоты. Возврат. Над химическую горелкую и над возвратом, начатым в гистологической чайной, совершалась пляска на месте или проблема увязки эстетической тезы с естественно-научной антитезой в синтезе символе. Две проекции, которые выглядели вовсе разно. В проекции философии метафизическую реальностью, в проекции естествознания химическим синтезом или качественностью, не данной в тезе и антитезе, задачей было преодолеть метафизический привкус философии в понимании синтеза и преодолеть до конца, но и осмыслить основы механического мировоззрения как методическую эмблематику. Понятие символа как конкретного синтеза, не Кантова или Гегелева, вынашивалось в годах. Университет, место собирания фактов, факты научной данности, приборы, теории и теории наук были мне сырьем оформления в моем стиле. Этого подхода к проблеме естествознания не понял никто. Этого не понимали ближайшие Владимиров, товарищ по гимназии, ставший товарищем по факультету, Петровский, с которым подружился в первые месяцы университетской жизни, студент Суслов, которому проповедовал я эстетику в коридорах лаборатории, перекинув через плечо прожженное полотенце и ожидая, пока не осадится мой раствор. Этого не поняли профессора. Как заинтересуешься наукою, готов профессора замкнуть лишь в пределах своего кабинета, отрезав от прочих. Отсюда мучительство. Хотелось мне крикнуть, я специалист университета, имеющего восьмилетний план. Лаборатория, зоологический музей, этнографический кабинет — суть мне предварения, а вовсе не цели. Мыслило сочинение, подобное сочинению Наторпа о точных науках. С Наторпом я не был знаком, методология моя не была неокантианской, она и не могла быть ею. Позднее я посвятил неокантианству четыре года. Этого не понял отец. Его я не посвятил в восьмилетку. Летучие интересы — зоология, химия, физическая география — его огорчали тем более, что он признавал мои естественно-научные мысли. Этого не поняли и эстетические друзья, Сережа, родители, Соловьевы. Не понимали мотива отдачи естествознанию и горенью над мыслью Гельмгольцев, Оствальдов и Менделеевых. Соловьевы видели меня лишь в той половине жизни, которой не видели отец и профессора. Никто не внял к проблеме моего двоединства. Эстетика-натуралист, натура-эстетик. Не поняли временного отказа увязывать то, что по плану должно было в годах увязаться, видел из пляска противоречия. Виделся разговор об эстетике над учебником анатомии или разговор от Гельмгольца над бетховенской музыкой. Почему же иные из профессоров отмечали меня? Отчасти по инерции, интересующийся предметом сын декадента, профессора, желает остаться при университете, что ж пусть свой университетский. Были иные мотивы. Интересуясь той или иной теорией, я искал фактов. В поисках я попадал в их лаборатории. Разбираясь в отношениях клетки, я прислушивался к теориям Вейсмана, Бючли, Альтмана и других. В подборе фактов казался зоологом, реферат зоографу Мезозоа, внушил последнему мысль оказать мне гостеприимство представлением рабочей клетки в музее. Желание писать Анучину с чинения об орнаменте внушило последнему мысль заинтересовать меня географией на основании удачного повтора его лекции о формах земли в представлении древних. Профессора не видели. Подход мой к предмету теоретический. Интерес к фактам тоже. Зоограф Крахобор теории не выносил. Он усаживал на годы за исследование окрасок кишечников таракана. Скоро повздорил я с ним. Анучин же получил ложное представление о географических интересах моих на основании тоже случайного факта умения экспромтом пересказать его лекцию. В голове моей зрел собственный университет. Я осчинял свой план прохождения предметов. У меня были текучие интересы к фактам в процессе уяснения мест наук в системе наук. То я увлекаюсь кинетической теорией газов и читаю историю физики Розенберга, удивляя Умова рефератом задачи и методы физики. То я обращаюсь к зоографу за специальную статьей по малоисследованному вопросу о мезозоа. Зоограф не видит. Положение мезозоа как форм промежуточных выдвигает мне чисто принципиальный вопрос о всяком организме как социальном целом. Тут ему надо логические интересы отца, и неизучность бытия мезозоа. Проходит месяц. Я отдан мыслям о системе Менделеева. Составив мысли о нужных фактах, ознакомившись с энергетикой, начинаю искать энергетический принцип в трансформе форм искусства. И осеняет дерзкая мысль. И формы искусства подчиняются метаморфозе. Пространственность, временность, модификации некоего нет, данного целого. Мысль работает над понятием время-пространство, над изучением предмета, еще не преподанного студентам. Где-то копошатся предчувствие принципа относительности. Я, забыв лабораторию, зоологический музей, ловлю мысли Ганслика и Гельмгольца, пытаясь ощупать закон эквивалентов в эстетике. Профессора констатируют охлаждение к лабораторным занятиям. Я же чувствую себя спецом в ощупе мыслей об эстетике, как точной экспериментальной науке. Отражение мыслей первокурсника, статьи в символизме, продуманной задолго до написания. Эстетика невозможна, как гуманитарная наука. Символизм, страница 234. Ее задача – выведение принципов, как связи эмпирических гипотез, гипотеза и, опять-таки, индукция из эмпирических законов, символизм, страница 234 и так далее. Эти цитаты, вторая в сокращении, из статьи «Лирика и эксперимент», 1909 год. Мезозои – класс животных подтипа плоских червей, ранее считавшейся промежуточной группой меж простейшими и многоклеточными. Об октябре 1899 года Белый вспоминает «Эмбриология, гистология и зоология простейших особенно интересуют меня. Читаю реферат о простейших в семинарии у профессора-зоографа. Добываю себе том зоологии Ива Даляжа, посвященный простейшим. Читаю отдельные статьи, посвященные простейшим. Увлекаюсь микроскопом». Ракурс к дневнику. Все чуждо Соловьевым. И мой реферат о формах искусства – скандал в метафизическом семействе студентов, сгруппированных под Лопатином и Трубецким. Скандал двояки. Первое. Появление декадента на кафедре. И второе. Проповедь эмпирики и индукции там, где господствует метафизический нормативизм. Я шокирую мыслями о точной эстетике и ближайших друзей Соловьевых, и ими же я радую отца, столь враждебного моему декаденству. Усилий же ликвидировать антиномии в разграничении сфер методов с надеждой на конкретный синтез – всем чужды. Они и являют меня в моих университетских спорах и в комбинации интересов лишь пляшущим над препятствиями. Проблема ножниц, осознанная и отстаиваемая от засилья правого и левого крыла антиномической двоицы, кажется, пятном сумбура во мне, отцу, Соловьеву, Петровскому, всему кружку университетских друзей. Но с усилием и с пыхтением я стараюсь катить сизифово колесо свое на одному мне видную вершину символизм. Проблема ножниц приставилась как нож к горлу с момента, когда естествознание вломилось в меня, да так что не оставалось времени ни на что другое. К этому присоединилась и биография. На свои жалкие избережения тридцати лет труда отец купил заложенное небольшое именице в Тульской губернии, раскидавшись широкими планами, развести парк, новый плодовый сад и рационализировать запущенное хозяйство. Это отцу-то, предлагавшему кормить лошадей гречихою, рационализировать хозяйство при плуте старости его обиравшим. Имение Серебряный колодец, Старогальская волость Ефремовского уезда Тульской губернии, Бугаев приобрел осенью 1898 года. Первое лето Белый провел там в 1899 году. Лето 1899 года проводили в имении, отдаваясь интересам к земле. Научные интересы — ботаника, зоология, метеорология — сочетались во мне с землеведением. Я изучал овраги, почвы, полевые работы и плодоводство. Прочел три сочинения, посвященные яблокам, что в связи с ботаникой Бородина оказались мне важным делом. Присоедините интерес к введению в сравнительную анатомию, которому я отдался, изучая с конспектом учебник Менсбера, изучение неорганической химии, чтение новой химии Кука и общей физиологии Ферворна. Присоедините интерес к полемике механицистов с неовиталистами и чтении книги академика Фоменцина, и вы увидите, занятие было по горлу. Спор неовиталистов с механицистами был вырешен. Неовитализм отклонил я. В сфере правого крыла антиномических ножниц я, первое, антивиталист, второе, дарвинист. Я постулирую преодоление крайности механической философии в осмысливании основных механических понятий, а не в отклонении роли механики в жизни. Я биомеханик, а не виталист. Скоро я удивляю студента Суслова своими нападками на виталистов и натурфилософов школы О'Кена Шлингианса. Как можете вы, эстетик, философ, не считаться с натурфилософией? Суслов мыслит обо мне по прямому проводу, как о философе, подбирающем факты естествознания для ему нужной догмы, невидимо мне проблем критицизма, ножниц и символизма, строимого как борьба со всякими догмами и с философией по прямому проводу. Всякое коле то, так это, кажется, тем примитивизмом, который я отвергаю. Не равенство я устанавливаю, и х равен тому же, а уравнение, то есть возможность решения. Таким уравнением служит мне формула символизма, решаемая в годах, не одним поколением. Целой культурой усилий, осуществимой школою теоретиков и организацией институтов. Этих мудреных заданий моих не понимает никто. Здесь должен сказать. Задания вовлекают меня с головой в посильное изучение наук, но для нужной цели. И до 1901 года я заражен страстью к естествознанию. Позднее, с 1901 года, новый взрыв культурных интересов, а не угошения интересов 1900 года. Точной наукой интересуюсь я, а усложнение интересов, знакомств, заданий в левом крыле моих ножниц относит меня от науки. Летом 1899 года расстался я с своими планами писателя. С января 1901 года обратно я вынужден расстаться с рядом научных работ из-за писательской линии. С 1901 года до окончания университета я Андрей Белый, в большей степени, чем студент Бугаев. До января 1901 года я более студент Бугаев, чем Андрей Белый. В зарисовании рубежа, у рубежа я должен изложить линию естественника во мне, тянущуюся до окончания университета. В сочинении начала века должен я взять тему января 1901 года, вывлекшуюся из университета. Тема вспыхивала и в 1900 году, наоборот, доминанта тем 1899-1900 годов вспыхивала и в 1901, и в 1902, и в 1903. Университет и есть то, что стоит передо мною у рубежа. В описании университетских интересов своих не могу я отдаться хронологической биографии, я должен же выписать тему в ее развитии до 1903 года, элиминируя ряд тем 1901 года в предварении слышных и в 1899 году. Этим и объясняется круг тем этой главы. Он выбор с устранением интересов, которые предварение лишь того, что ярко запела во мне с января 1901. Круг зоологических дисциплин первым врывается в мое сознание. Микробиология, ткани и клетки во мне поднимает волну интересов, которым вполне отдаюсь. И, во-вторых, интересует история трансформизма, с зачатков его у Фрэнсиса Бэкона через Ламарка, Жофруа, Сент-Юлера, Гёте, Дарвину, Геккелю. Короткое время я увлечен Ламарком, отдавшись моде, преподымавшей идеи Ламарка над Дарвином. Гистологические и эмбриологические картины эстетикой поражают воображение. Переживаю мистерию фаз, кариокинетического деления клеток, образование зародышевых зачатков, мезо, экзо и энтодерма, как некогда драмы Ипсона. Кариокинетическое деление – непрямое деление клетки, один из способов размножения клеток животных и растений. Мезодерма – средний слой зародыша многоклеточных животных и человека. Из мезодерма развиваются мышцы, хрящи, кости. Экзодерма – наружный слой клеток первичной коры растения, выполняющей защитные функции. Энтодерма – внутренний слой зародыша многоклеточных животных и человека на ранних стадиях его развития. Неудивительно. Первые месяцы ряд кафедр сосредоточивает внимание на клеточке и на простейших. Профессора зоографа и тикамиров, сравнительный анатом и тоже зоолог Мэнсбир, ботаник Галенкин, по-разному трактуют клетку. Я забегаю на лекции приват доцентов Зыкова и интересного Вагнера, читающего энтомологию. Передо мной столкновение идей. Зоограф Мэнсбир и Тихомиров боролись друг с другом. Тихомиров, ректор, антидарвинист, читавший нам общий курс и поэтому касавшись со проблемой истории, употреблял все усилия разбить Дарвина. Зоограф, вялый дарвинист, подчеркивал биомеханику Бючли. Мэнсбир, убежденнейший дарвинист, великолепный лектор, умнейший владеющий фактом, превратил курс введения в сравнительную анатомию в философию зоологии, дающую яркую отповедь наскоком на Дарвина. Первокурсники вводились в идеи и факты, отсюда повышенный интерес к микробиологии у меня. Я получил сырье с предложением самому ориентировать свою мысль вокруг линий, рекомендуемых зоографом, Мэнсбиром и Тихомировым. Вот почему мой стол завален книгами. Тут Гертвик, Бобрецкий, зоология. Дарвин, Геккель и французский травянист. Катр Фарш. Надо всем проблема клетки или проблема построения храма жизни. Любимит же мой профессор Мэнсбир. К нему привлекла отданность его идеям Дарвина до фанатизма и привлекали научность, самообладание в выборе экономии фактов, слепляющих художество лекций его. Фактами не загромождал. Выбирая типичнейшие, но обставляя последним словом науки, в выборе ретуши и освещении фактов чувствовалась выношенность. Говорил трудно, но популярно. Объясню парадоксальную эту увязку противоречивых понятий. Включая в лекцию факт, он ставил его в освещение теоретической призмы, стараясь выявить основное ребро и убрать все ненужное. Сравнивая Мэнсбира как формовщика нашего научного вкуса с действием различных стилей искусств, я заметил бы, что в нем увлекался художественным реализмом. Лекции Мэнсбира — умный показ строго отобранных сравнительно анатомических фактов, как стиль постановок художественного театра. Смотришь вишневый сад, сквозь натуру жестов, сквозит тебе символ. Слушаешь Мэнсбира — и вырепляется концепция трансформизма из тканей фактов. Так, чтением лекции, не превращенных в полемику, он зарезал Тихомирова. Слушая Тихомирова, можно было подумать, его философия и зоология даже не антидарвинизм, а антименсбиризм. При слушании Мэнсбира не существовало абстрактных идей зоографа Тихомирова. Не существовало и Мэнсбира, стушевывающегося перед доской, на которой вылепливал он конструкцию клеточки, появление центросом и т.д. Центросома — участок цитоплазмы, внеядерной части протоплазмы растительных и животных клеток, окружающей в клетке центриоли постоянные структуры всех животных и некоторых растительных клеток. Не было красок эстетики, прекрасных фраз, афоризмов, которыми поражал физик умов. Была четкая линия мысли, не притворенная в художественно подобранный силуэт фактов, и линия фактов входила теории, факты стояли в картине, а лиг картины — Дарвин. Лекции эти сравнимы с гравюрую Дюрера, проработкой штрихов и тенью строгости, убирающей все наносное в виде дешевых прикрас, непроверенных заскоков от моды, которую пылил в глаза зоограф. Материал факта, продукции показа у Мэнсбира, первый сорт, видно было, что курс его — итог дум и усилий, итог всей работы. Читал он в видении, а поднимался занавес над всею наукою, всего себя, видно, влагал в этот курс. И значение курса огромно. Он-то и был форматором биологических интересов, как лекции Умова, вводившие в механицизм. Умов и Мэнсбир с механицизмом и с дарвинизмом стояли перед нами. И если в первый же университетский месяц зарылся я в происхождение видов и в Гертвига, так это действие Мэнсбира. Если на моем столе явилась история физики вместе с литографированными листами умовских лекций, так это действие Умова. Но до чего оба были различны. Умов Барт с развивающимися волосами, Мэнсбир — скромный лишь установщик выставки фактов после пробега, по которым нам делалось ясно и Гетова идея в явлении. Умов взлетал в философию, Мэнсбир же не летал, как-то ползал средь фактов, продалбливал проходы к научным кладам типичного факта. Умов играл афоризмом Максвелла, Томпсона, пленяя воображение глубиной, не всегда проницаемой, Мэнсбир лишь выпуклыми словесными уподоблениями и служебной метафорой доносил факт до ощупи. Для Умова характерно выражение вроде «Бьют часы вселенной первым часом мы вздрагивали», чуя глубину под словами, необлагаемую трезвым понятием. Для Мэнсбир же характерно метафорой вроде «Гаструла напоминает видом ягоду малины, снятую со стерженька», и образ малины связывался с «Гаструлой». Сложнейшие конфигурации фактов врезались им в мозг, как гравировальным резцом. «Гаструла» — одна из стадий развития зародыша многоклеточных животных. Мэнсбир было порой трудно слушать. Он вел нас крутую тропинкую фактов, не развлекаясь красками или анекдотиками, которыми жонглировал зоограф. По окончании лекции всякий мог повторить ее. Так вылеплялась она умным ладом идеи с подобранным фактом. Лекции Мэнсбира выглядеть могли бы идеологическую ловушкою, подсовывающей ловко итог его мысли, если б не строгость, а не безусловная честность, которыми действовал он. В нем жила парадоксальнейшая гармония фанатизма с научной объективностью. Он был фанатик факта, и он фактически обосновывал фанатизм. Такова и наружность его. Небольшого роста, сереньком, худой, желтый, желчный, со встопорщином, чернейшим над огромнейшим лбом, клоком, с черной бородкой, сутуло сосредоточенный, дико выпученными и каким-то желтыми глазками, перед собой глядящий, безбровый, весьма неказистый. Вступал перевальцем он в переполненную аудиторию, не глядя, не видя, не слыша. Глубокая морщина перерезывала выпуклый лоб. Первое движение — силу и напряжение мускулов рук сдвинуть кафедру, загораживающую от нас доску. Всегда забывали убрать эту кафедру. Ни позы, ни жеста, одно трудовое усилие — запомнился выгиб тела, сдвигающего тяжесть кафедры. Он напоминал первобытного человека или высокоразвитую гориллу, являя кричащие доказательства теории Дарвина. Взглянешь и скажешь — ну, конечно же, человек происходит от обезьяны. Отодвинув кафедру, косолапо оцепеневал смелым в руках и с пропученными пред собой углазами, не видя студента, которого взглядом фиксировал. Раз этой точкой фиксации стал я, сев первый ряд, как в меня впучился он, так и не поворачивал головы, меня не видя, лишь поворачиваясь к доске рисовать и потом продолжая вперение глаз в ту же точку, в меня. Постояв, помолчав, начинал свою лекцию, и он, выбивая громким и ровным голосом точные, ровные, гладкие фразы, как выученные наизусть. Вероятно, он так говорил от слишком ясной ему картины мысли, насквозь индукции, ровно, строго, спокойно она выбивала в нас твердый рельеф. Развивал ли он теорию радикала циана, слагающего белковые вещества, рисовал ли этап преформации хряща в кость, получался твердейший рельеф, без единого яркого слова, а научное воодушевление сказывалось углублением морщины и делалось мрачным весьма. Некрылатое слово, весомое очень. Кончив лекцию, клал он свой мел и, без паузы, тихо и прозаичнейше удалялся с опущенную головою, вперяз пред собой из-под лобья, точно это не он выбил в нас бы рельеф, и точно лекции его не события в жизни курса, а просто стирание пыли со шкафа. Весьма прозаичное дело. Казалось, что Менсбер в любой момент жизни готов прочесть великолепную строгую лекцию, и в любой момент лекции это ее оборвать, чтобы без перехода заняться стиранием пыли. Он говорил ведь на лекциях лишь о том, о чем думал двадцать четыре часа в сутки, и оттого было строго молчание его, что оно было произносимой научную мыслью. Я не видел профессора с большим отсутствием позы и фразы, или с меньшим желанием поддержать репутацию одного из любимейших профессоров. Мне казалось, он делает все, чтобы потерять популярность. Помнится, что боялись к нему подойти. Его громкий басок мог огреть, разлетишься, а он отчитает тебя. Его часто встречали и провожали аплодисментами, на которые он нуль внимания. Точно нет их. Лишь морщина означится, вид станет более зверским. Горилу и умницы, или пещерным аборигеном он выглядел с головой, переросшую современников на миллионы лет, а ходит в шкуре. Михаил Александрович право казался таким. Вид вовсе не располагал к легкому общению с ним. А любили за лекции, за строгую честность, за идейную непримиримость казенному духу, ученый на десять голов, превышающий прочих из группы зоологов, был почти вытеснен из зоологического музея, куда не являлся, ютят со своими студентами, местами и коллекциями, чуть ли не в частной специально снимаемой квартире, где было тесно и неудобно. А курс наш ломился работать у Мензбера, мест же не было вовсе. Тихомиров и зоограф владели и помещением, и материалом, и штатом помощников, и местами, и прочим. Высшее начальство извне университета так действовало, что Мензбер упразднялся как бы. Ни кокетство, ни позы, ни желание подыграться к нам, мрачность одна. Но именно мрачностью и внешнюю некрасивостью действовал он, был прекрасен воистину. Он разогрел биологические интересы во мне. Обстоятельства неожиданно так сложились, что арену интересов стал мне сам собою подставившийся зоологический музей. На первом курсе не было практических занятий с Мензбером и были у зоографа, давшего мне авансы в широкой работе. Когда же позднее рванулся я к Мензберу, то месту профессора этого не оказалось уже. Мензбер внушал уважение. Не забывал я, что он был любимейшим учеником крестного моего отца, Усова. В те уже годы учителем был он нынешнего академика Кольцова, на первой лекции которого я присутствовал. Мензбер — строгий экзаменатор. Экзамен его означался эпидемией провалов, которой предшествовала эпидемия страха. Он не щадил тупо уме, разгильдяйство, незнание. Вместе с тем он делал все, чтобы трудный предмет превратить в популярный, в рельефно воспринимаемый. Экзамен по введению в сравнительную анатомию при строгих требованиях экзаменатора был прилегким лишь от того, что я слушал профессора, не пропустивший, кажется, ни одной лекции. Каждая входила картину и незабываемой, несмотря на тяжелый научный балласт. При учебнике Мензбера, знание которого требовал он, лекция восстанавливалась сполна, не забываясь того, что в тебе формирует метод. Иначе вошли его лекции по сравнительной анатомии позвоночных. Третий и четвертый курс. Эти лекции — номенклатура. Данные четко, но с труднозапоминаемыми подробностями. По звоночным интересовался я мало. На лекциях этих я редко бывал, день просиживая в лаборатории. Оттого-то и я в полной мере переживал предэкзаменационные страхи. Но экзаменовал меня не он, а покойный академик Сушкин. Должен сказать, что это был не экзамен, а личное сведение счетов за декаденство, на которое М.А. Мензберр не был способен. Он строг был к другим, но он строг был к себе. Он стоит передо мною точно высеченным из цельного камня. Модель Homo sapiens, возглавляющая коллекции видов зоологического музея. Он — сама научная честность, брезгливо отмежевывающая сад эффектов, сведения счетов, дешевенького политиканства и прочего. Этому профессору хочется сказать горячее спасибо за то, что он нам, студентам, давал. Иное впечатление живет от Александра Андреевича Тихомирова, некогда дарвиниста, потом антидарвиниста, ректора, к которому не питали особой приязни. Мензберр был любимец, Тихомиров не любимец. Ректор не дарвинист, антагонист Мензберу. Не верили пылу антидарвинистических выступлений ректора и яркой любезности с оттенком шармерства в общении с нами. Несчастнейший тон и несчастная внешность. Высокий, вертлявый, худой, серодряблый, с бородкую маленькую, серорусый, небрежно бросающий слова, и вздернутый носик курносый в пенсне, резкую интонацией и фистулою картавящего, пришипетывающего голоса, чуть-чуть напоказ. С обезьяноподобными движениями длинных рук он не нравился. И называли его макакой или маркизом. Казался макакою, думая, что он маркиз. Ректор шармер, антитарвинист, перед нами подчеркивающий дружелюбие и желание всякого благополучия нам, вызывал оппозицию. Видом своим говорил, не попадайтесь на удочку модных теорий. И я заблуждался, но разобрался, и вот я как друг, как наставник, как крупный ученый доказываю правоту своей критики. А мы не верили. С развязным шарком, с привздернутым личиком старой макаки, играющей роль, он влетал с большим треском на кафедру и, дружелюбно кладя свою длинную руку на чучело, с юмористическим щуром оглядывал нас сквозь пенсне, вздернув нос и громчайше цедил. — Э, господа, говорят, что... — ворошил шерсть гиббона, он — что это наш предок. Было ясно, что предок его не гиббон, а макака. Глядяш на Менсбера, я думал, в тысячелетиях времени доработалась обезьянья природа до очень прекрасного экземпляра. Вид же этого ломающегося профессора, может, от нервности, мысль укреплял о происхождении от макаки, этих гримас, обезьяньях и вражденческих. Тон небрежения с подшарком всегда был присущ Тихомирову. Помню читу Тихомировых с детства. И с детства я помню громчайшее пришипетывание неприятнейшего фальцетта. Весьма утверждали, что он даровитый ученый. Антидарвинизм — просто муха, ему не мешавшая уходить в шелководство. И разговоры о шелковичных червях, скорционере, которым питаются черви, мне памятной с детства. Ольгу Осиповну, супругу, он называл мамашую, выходила «мамаша». В громчайшем «мамаша» был тот же несчастнейший тон, нам казавшийся позою. Есть несчастнейшие интонации, уродищие человека, не менее отсутствия носа. Какой-то природный изъян, а не поза, казался в нем моральным изъяном. Курс им читанный был интересен в деталях, а в целом не нужен. Стиль лекции Менцбера, стиль художественного реализма, стиль лекции Тихомирова — аллегорическая барокко. Гофрированные выкрутасы подробности, философических отступлений, порой интересных, а в целом топилась главная мысль. Антидарвинистическая тенденция. Иные из лекций Менцбера мог бы теперь повторить через тридцать лет. А что говорил Тихомиров, в чем сила его главной мысли, сражающей Дарвина, скрылась в густом тумане? В момент слушания уж была она тусклая, строимая на аналогиях, не гомологиях. Стиль малого театра эпохи упадка — так во мне отразился тот курс. Приинтересных подробностей, как, например, объяснение значения эмбриолога Ковалевского, не отрицаю я, очень неглупый, талантливый человек, специалист по шелководству, не кстати вызвавший в суд Дарвина. Таким он остался мне. Очень действовал самоуверенный тон и указания некоторым, которые думают не по профессору, читай Менцбер. Ситуация целого. Ректор, абстрактный политик, владелец музея, а Менцбера нет в нем, зарезывала Тихомирова. И оттого все галантности, приглашающие у него поработать, не соблазняли нисколько. У Тихомирова не было учеников, да и сам он казался залетной фигурой в музее. Нет времени, ректорские обязанности, визиты, салоны и прочее. С Тихомировым я встречался и дома. Он являлся к отцу и держался предупредительно. Ольга Осиповна, жена его была милая дама, в беседе со мной, не дшансом в то время, однажды он выразился и в мой огород. Человека еще почти нет, а тут выдумали сверхчеловек какого-то чушь одна. Я улыбнулся, пожав плечами, и подумал, профессор в сентенции этой приблизился к Дарвину. Он был снисходительный экзаменатор, трудных вопросов не предлагал, и трепещущих Менцбера старался он выручить даже, и все ж не любили его. Порой его было жалко, ведь был он ученым. После смерти отца мне пришлось идти говорить с Тихомировым. Он принял любезно в своем кабинете. Столы были густо покрыты какими-то листьями, а на них копошились шелковичные черви. Александр Андреевич, все на свете забыв, и дела, и тот факт, что я отца потерял, привлек меня тотчас же к копошащемуся червятнику. И, взяв на палец прозрачную гусеницу, другим пальцем погладив ее, стал показывать он, посмотрите, как бьется, пульсирует под эпидермисом и так далее. Понял. Любовь к гусенице не антидарвинист, не маркиз и не ректор. Вот что было в нем главным. Он ученый, а остальное — доносный. Первые встречи с университетом — зоологический музей, семинарий по химии, физике, на первом курсе про форму. Практические занятия по ботанике, определенно растений, сухое и мертвое дело, коль не живое растение, а спиртовой препарат. Практические занятия по анатомии человека, зачеты по остеологии и миологии, работа на трупе. Для первокурсников — серьезное дело, как и экзамен, четыре части учебника анатомии зернова. Но анатомия человека — предмет проходной. Он рассматривается лишь как барьер пред другими предметами. Одолеешь — свободен. Иди заниматься чем хочешь. В анатомическом театре естественники — гости у медиков. Зоологический музей стал своим. У каждого студента своя штаб-квартира. Кто в лаборатории, кто в ботаническом саду на Мещанской, кто в гистологическом кабинете, а я в музее. Мне казалось, что я в дремучем тенистом лесу. Затеривался меж витриной моделей, в таинственных сумерках думалось легко. Посетителей нет, нет студентов, нет хлопаний двери, толчи, разговоров, и не висят объявления. Субы не шмыгают. И педеля не выглядывают. Вместо них смотрит глазом стеклянным косматейший зубр, или раскинулись щупальцы с прута, присоски с тарелочку. И лишь кто-нибудь из работающих на хорах зоологов спецов нос высунет, или на слоновьих, но мягких ногах, увлекаемых пухлым туловищем, точно шаром, воздушным, надутым, бледноволосый Григорий Александрович Кожевников, пронесется до ужаса, выкативший пред собою водянистое светлое око. Не удивится, не спросит, что делаешь. Право твое думать в этих тенистых углах среди тигров, присев на клык мамонта. Я аж привлечен был хозяином этих пространств из украшенных зверем пяти частей света. Зал превысокий, двусветный, но темный. И хоры с перилами. Вокруг стен. Там отдельные камеры, клетки для специалистов с ключами. Не забегая в пространство музея, уносятся они лесенкой вверх, отпирают коморки, усаживаются за микроскопы. Бродя здесь, наткнешься на полукруглую аудиторию амфитеатром, от прочих сторон отгороженную только схемами зоологическими, меняющимися на протяжении курса. Под ними, меж окнами и витриную, сборище за столом. Человек пятнадцать студентов работают скальпелями, пинцетами над принесенными морскими ежами. Практические занятия у Николая Васильевича Богоявленского. Он тихо обходит студентов, тому или другому показывает, в чем дефект препарата. За угол зайти ни студентов, ни Николая Васильевича. Тишина лесов Конго. Фантазии строятся. Вдруг треск гнусавого, громко в очень фальцеты издали шкафов. — Николай Васильевич, да где у нас склянка? Иль? — Юра опять мне напортил. — Юра, товарищ мой, Юрий Николаевич зоограф. Фальцета же — не верещание козлоногого фавна, а профессора Николая Юльча, зоографа, хозяина этих безлюдных пространств, схем, столов, микроскопов, зоологических клеток. Григорий Александрович — приват-доцент. Николай Васильевич — лаборант. Менцбир носу не кажет, а Тихомиров, мелькнув метеором на лекцию, скроется. Зоологический музей царства зоографа. Он ведет здесь хозяйство большое, пасет стадо, только не коз, а помощников. Точно квартиру и водворен он. Лаборанты, студенты, работающие у него, все вернейшие посетители субботников зоографа, танцующие с дочериами его. Всем есть место в музее. Стиль очень семейственный, стиль благодушный. Чаек с колбасой, с белым хлебом, с шучонками, с кряканем, с полулиберальным умолком и с полусальным подразумеванием в кабинете профессорском. Встретив тебя средь шкафов, фавн-профессор, коли персонально не знает тебя, на вороний свой нос нацепивший пенсне, а глядит хитроласковыми, подозрительно как-то злыми, черневшими глазками, первой поклонница. Имею честь, интересуетесь? Не могу ли служить? Чем же ты, неизвестный, снискал дружелюбие? И невдомек посетителю. Там, в кабинете, при лаборантах, при Юрии, сынке, будет анекдотически передана мимолетная встреча с почтенной персоной, почтенной персоной. Будет замечен наряд? Разговор мимолетный обидно весьма истолкуется, а при встречах с тобой та же ласкость. Ложка с дегтем, опущенная в медовую бочку, все связанное с профессором-зоографом, мне синтезировано в восприятии этом. Не крупного роста, но плотный, заостренную бородку и цветы вороного крыла, из такого же цвета глазами, с прямыми и жидковатыми волосами, лишь кажущийся моложавом, коли приглядеться то старообразный, с болезненно белым оттенком лица без морщин, коли глядишься морщины, он вылитый грек. Зоографаки, не зоограф. Но основное его выражение — хитрая ласковость. В нос вороний сморкался и, прищуриваясь двумя глазками, зоркими, злыми, в то время как рот добродушно кривлен, громко крякая фальцетта, пресахарный, пресахариновый, может быть. Первое впечатление первой лекции. Зоограф, шутник, интересный, читает не зоологию, а препикантными, разукрашенными фактиками перед нами жонглирует. Преинтересно. А в целое как-то не свяжешь. Напоминает он грека-лавошника, средь палаток базарных палатку свою разбивающего и старающегося перекричать весь торгующий ряд. Ко мне все, что угодно здесь есть. На всякий вкус. Первый сорт. Сифонофоры. Теория Бютчли. Коли неинтересно, так покажу. Сейчас рог носорожий. Его соляной кислотой обольешь. Зашипит. Кто раскусит, в чем соль. Вы что, улыбаетесь? Вы, может быть, интересуетесь инфузориями? Могу. Всякие есть и рогатые, и усатые. Корненожками. Я торгую. Уподобляюсь моллюском. И тут же на кафедре для завлечения внимания студентов показывает моллюска. Представьте, что пола моего сюртука срослись с телом. Вот маньте его. Раз, увлекшись слащавым фальцетто с недобрыми глазками, он прокричал. Представьте ж себе, что пред вами я рассыпаюсь со прахом. Сифонофоры подкласс или отряд морских кишечно-полосных животных класса гидроидных распространены, главным образом, в тропических морях. Теория Бютчли. Теория ячеистого или пенистого строения протоплазмы. Коротко говоря, читал плохо, но завлекал первокурсников громким подбором дешевых аффектов и иногда неприличий. Первые месяцы нам эта яркость бросалась в глаза. Тихомиров абстрактен, для Менсберна надо внимания, наоборот же, при фактах плакатных, пленяющих воображение новичков, и с усало сходило за золото, синька шлазурью казалось. И главное, ведь у Менсбера не было занятий при курсе, у зоографа, у дарвиниста, показывавшего нам фокусы трансформизма, эти занятия были. И главное, он согревал на груди у себя интерес к рыбам так к рыбам, к червям так к червям, и давал нам возможность устроиться, иметь помещение и собственный микроскоп. Правда, оказывалось, обзаведясь микроскопом, ты ждал направления работы своей. Вместо этого тебя звали посмеиваться с профессором за чайком и порою над тем, к чему сердце лежало. Тебя звали бывать на субботниках, оказывать внимание семейству профессора, принятый в дом сын родной. А с другой стороны, намекалось уже, что ты служащий, имеющий преимущество клетку и микроскоп. Что впереди тебя ждут обязанности к профессору-покровителю. Первоначальные твои интересы, согретые грудью профессора, делались неинтересом профессора. Делай что хочешь, как хочешь, а указаний не будет. Будет разве чайок для прибаутки, порой очень злые, по адресу Мендбера или Шемкевича, конкурента-зоографа по учебнику. Так выяснилось. Пора оставить романтику интереса к теориям, принципиальным вопросам и работать так, как зоограф работал, как требовал он, чтоб работали все интонации злобны. Окрашивать метиленовой синькою или осмиевым препаратом какой-нибудь усик, год красить, два красить, три красить, разглядывать, вести дневник зарисовок без вывода, плана, толку, принципиальных работ, двигающих науку, профессор терпеть не мог. Просто спокойно. Не нужно домыслов. Прокрась себе усик лет шесть. Материалы к естественно-научному изучению будут. Открытий не надо. И материалы ошибок, все же есть материалы, кто там разберет. Кто сидел над окраской Нина Грациэнс-паразита, водящегося в кишечнике таракана? Никто. Коли напутал, тебя не проверят. С выводами неудобно. Подымется полемика, вздумают проверить ошибки твои, скандалищие школы зоографа. Мне профессор Анучин, с восторгом схватясь за нос, подморгнул. В антропологической работе профессора Зоографа, измерявшего кого-то, статистика измерений выявила чудовищность. Измеренные руки в опущенном виде не совпадали с самими собой в горизонтальном вытянутом положении. Вырастая и убавляясь, не то на собственную треть, не то на четверть. Зоограф силился формировать кадры весьма примитивных студентов, одушевленных сидением и собиранием материалов, способных стать раковыми опухолями на организме науки. Пленение зоографам первокурсников фактиками и грением у себя на груди романтических интересов к науке, каких угодно, видела с действием греко-торговца, ставящего на лотке под глаз лопающиеся от сока персики в мешок, жасующего зеленеющую кисль. Читал неинтересно, рассыпчато, дешево, крася своим каламбуриком факты, ленючие краски. Этот хитрый профессор был первым моим, так сказать, покровителем. Произошло это так. Я работал в музее у Богоявленского, практические занятия первокурсников, и посещал семинарии зоографа. Семинарии заключались в следующем. Кто-нибудь из студентов, усаживаясь рядом с зоографом, делал устную сводку по беспозвоночным. Мне достались простейшие. Вскоре после моего реферата на семинарии Умова ко мне подошел брюнетик студент и представился «Зоограф» — это был сын профессора. Юра Зоограф упорно оказывался среди нас. Так мы стали товарищами. Он усиленно звал по субботам к себе, так встретился с профессором и с его зоологическим кружком молодых ученых — Беккером, Грациановым, Кивокурцевым, Богоявленским. С этого посещения возникло общение. Через сына он знал о моих интересах к проблеме клетки и ткани, стал снабжать меня книгами из собственной библиотеки. К своему реферату о мезозоа имел я в распоряжении специальнейший материал. После этого реферата профессор стал мне открывать перспективы работы моей у него. Сначала второго курса он даст инструменты отдельную клетку, мы где заработаем в теплом соседстве с сыном его, Юрой, и с однокурсниками, введенными в наш кружок, Воронковом и Гиндзе. Не зная еще стиля работы призографии, я был в восторге. И на столе у меня появились и великолепные томы зоологической серии и водиляжа. Будущее представлялось радужным и настоящее радовало. Дружба с Юрой, зоологический музей, квартира профессора. Темные пятна выплали скоро, когда обнаружилось на журфиксе профессора, что я горою за Брюсова, Врубеля и Метерлинка. Я помню смущение паствы профессора, когда я поднял перчатку его в виде злого смешочка. С тех пор появились какие-то доброзлобные отношения между нами. Фавническим козлетоном каким-то подшучивал он надо мною. На журфиксах я ближе узнал интереснейшкого, чуткого к искусству Бойгоевленского, с которым мы сходились на Врубели. Мои вкусы еще не мешали профессору, пока я был первокурсником. А с начала второго курса добровидные подбадывания меня зоографом приняли ожесточенный характер. Он, по-видимому, побаивался моего влияния на сына. Получив свою клетку и обосновавшись в музее, не знал я, что делать. Ни тебе простейших, ни указаний, ни плана работ. Сложа руки, сиди или всецело отдайся отцу-покровителю. Он тебе усик жучиный покажет. Сиди, методически крась, разрезай, нюхай до окончания университета. И главное, не приставай с теоретическими интересами. Ведь в порядочной научной семье есть свой тон, нарушать его не полагается. Так средь овец при послушных посомых профессорам я оказался волчонком в овчарне. Свист змеиный сквозь ласковость внешнюю явно теперь излетал из хихика, а я получил впечатление, будто рука моя протянулась за грецким орехом, разгрыз его, вместо ядра одна горькая гниль. Зоограф мне стал неприятен. И я наблюдал удивительную, завистливую пустоту, суетливую мелочность всех выявлений патрона. Особенно было противно увидеть гонение на превосходный учебник Шимкевича, вышедший вместе с огромным болтливым учебником зоографа. Нас заставляли работать по зоографу. Протестовал я, крича, превосходный учебник Шимкевича, очень удобно работать, имея его под рукой. Все кончено. Декадентство еще мне прощалось. По хвалы же Шимкевичу, зоограф не вынес. В ответ вырывались на лекциях зоографа злые сарказмы, а некоторых, которые увлекаются метрлинком. После же лекции с особой слащавостью разложившегося чернослива, профессор обращался ко мне с преласковеньким фальцетто. — Борис Николаевич, как? В этой ласковости было что-то несносное. Я же думал, да, ласков, да потому что отец мой декан. Я подумал и бросил свою привилегию. — Клетку, вороний нос зоографа. Увы, у Менсбера не было уже рабочих мест. Изгнанный из музея ютился он тесно, и очередь на рабочее место огромна была. Так я стал беспризорным. Так интересы к простейшим без микроскопа оказывались интересом впустую, а к чистке кишечников я испытывал равнодушие. Я понял, что авантюра моя — зоология и предостережение — не забывать восьмилетки. Естественный факультет, думал я, предварение к занятиям философии. Увлекшись со простейшими, я это забыл, но если бы продолжал увлекаться биологией, то оказался бы в тяжелом самопротиворечии, оставленной при университете с неизжитыми художественными и философскими наклонностями. И я сосредоточил внимание на химии, но уже не как специалист, а как просто изучающий метод работы для своего плана — естественное отделение факультета без практики. Нуль, химия оказалась мне практикой для теории моего происхождения предметов. Лаборатория. Лаборатория. Место встреч, подачи заявлений. Там находился субинспекторское отделение. Чаек. В раздевальне Швейцарк открыл чайную. Непередаваемый запах. Не то леденцов, не то медикаментов. И равнодействующие из вони. И из они трилы воняли тухлятиной рыбной. И ароматов эфиры. Белые, серые двухэтажные здания. Справа дверь в субинспекторскую. Слева малый прилавок с колбасами и калачами. Кипит самовар. За столом сидит растерзанный химик. Пара и тройка, назначившие друг другу свидание, покуривают. Вверх две ступеньки ведут в полукружье коридора. Направо, налево. Налево аудитория и лаборатория качественников. Кабинет Зелинского. И ветвление коридоров с лестницами вверх и вниз. В темноту подвального помещения, где работают специалисты, где комнаты с приборами, стеклами, где стеклодув выдувает стеклянные колбы, где студенты-органики дуют себе для забавы колбчонки. Коридор направо уводит под лестницу, бегущую вверх, где помещение для органиков, количественников и специальные, как то комната для приготовления воней с открытой форточкой. Я там корпел над ужаснейшим веществом и не мог вещества приготовить. И сплакался весь, и щихался, эфир обдирал горло, легкий нос. И оттуда ход на площадку на крыше, где вони отборные в небо взлетали. Потом перестроили лабораторию. В коридоре шубы, пальто, тужурки и фартуки. Здесь, первокурсником, браживал я с волосатым студентом Сусловым, проповедуя нормы эстетики, и еще в помещение внутреннее не проникая. Периодическая система элементов меня увлекала, а не лекции по неорганической химии, откряхтоваемые Александром Палычем Сабанеевым. Он удивлял в годы детства своей огромной рыжей бородой и статностью роста, а я и не понимал, как, обладая такой бородой и сложением, он не поколотит Морковникова. Теперь, ставший худым и седым, он забавлял ситуациями, происходящими между ним и его лаборантом Григорием Дмитриевичем Волконским. Григорий Дмитриевич имел странный вид. Он являлся в дверях так, как будто он прыгал через обруч, заклеенный папиросной бумагою, и нас и себя самого озадачив таким появлением сидел оголтелый. Вид не соответствовал неглупым высказываниям. И ходил он в гороховом, желтая бородка, огромный обветренный кривозастренный нос, коричневатые щеки, движения нелепы. Перед каждую фразою некое нечинораздельное высказывание организма, напоминающее начало ослиного вскрика, полувзрев, полувсклип. И, не знаешь, бывало смеяться или плакать. Иронизировал он или жаловался, не уловишь. Демонстрировал колкостями против ректора и попечителя. Он был прогрессивен, и то, что высказывал, было толково и едко. Он вечно спешил, прибегая испуганно, с шапкой в руке, никогда не садясь, лишь присаживаясь, вскакивая, чтоб пересевших кому-нибудь громко всплакнув или взревев унести со снесчастнейшим видом, несоответствовавшим наблюдательному остроумию. Вид мистера Дикка, героя Диккенса, жесты шута, содержание слов саркастическое. Редчайшее несоответствие между словом и жестом. Купался же до коры ледяной. Говорил всем он «ты». Половину профессорской молодежи он выненчил, можно было подумать «хитрец», «был добряк» и «простяк». Отличался редчайшей способностью перепутывать все на лекции Сабанеева неудачным показыванием химических опытов. Стоял на лекциях по правую руку профессора, толок смеси, вертяся и взрывая под носом его. Мы ждали обычного добродушного крика профессорского «Ну же, Григорий Дмитриевич!» Григорий Дмитриевич подпрыгивая и всерьез, развозяся в гороховом всем, нас оглядывал с торжеством. Вот покажет, бросался поджечь что-нибудь, и не было взрыва. Коль взрыв был в программе, но разлетался в дребезги колба с ужаснейшим грохотом, коли в программе исследовала тихая реакция. За обрызганной жидкостью Сабанеев в бессильной досаде бросался к своему лаборанту и замирал. То ж проделывал и Григорий Дмитриевич в отношении к профессору, глядя на него укоризненно. «Я аж говорил, вы сами видите». И между ними, под нашу бурную радость, открывалась всегда крылатая перебранка. «Эка, сами вы! Тем не менее, однако ж!» Не сразу возобновлялась лекция. Лаборант и профессор обиженно подставляли друг другу спины. Минут через пятнадцать согласие выдворялось. Григорий Дмитриевич, выставив нос над прибором, подмигивал словам Сабанеева с невероятным сочувствием. И профессор нежнейшие взгляды бросал на него. Готовились новые смеси до нового. «Ну же, хе-хе, Григорий Дмитриевич!» И жест к нам. «Хотя я, хе-хе, смешиваю оба раствора, хе-хе, тем не менее». «И однако ж! Ну что же, Григорий Дмитриевич! Ну что же!» Григорий же Дмитриевич с неожиданным вовсе сослиным подрёвом. «Нет фосфора, Александр Павлович!» И оба, профессор-элборант, бросив лекцию, снова начинали метаться и бегать, отыскивая пропавшие реактивы. Они находились. Профессор, оглядывая нас, покряхтывал. «Тем не менее, однако, однако же!» Вместо простого «однако», «тем не менее, однако же!» Коль удавалась реакция, случай редчайший, о, как сиял Сабанеев! Волконский оглядывал нас, Наполеон. В лаборатории он казался беспроким, но был очень проким, в Большом театре, заведуя там пиротехническими фокус-покусами, вроде творения огней при Валькирии или устраивал пожары Вальгалы, и, может быть, производил искусственный гром. Думается, был пиротехник скорее, чем химик, но химию где-то преподавал, даже составил учебник. Судя по склонности, мог бы увлечься пусканием змеев и конкурировать с дикеносовским змеепускателем мистером Диком. Относить это нужно лишь к форме занятий, а не к содержанию. Мистер Дик влагал в дело свою очень странную мысль. Александр Палыч лаборатории изменял с рыболовством, и в союзе с солдатом химическим проводил все свободные дни на реке перед удочкой. Очень любил он жену свою, его подчувавшую сладчайшими булочками. И продружил лет он тридцать с Волконским. Бурные объяснения на лекциях не изменяли и сердечнейших отношениями с ними. Вот и все, чем означился курс Сабанеева. Да, вот еще. Удивил на экзамене. Можно быть добрым, но все же не столь. Можно явно подсказывать, но не рассказывать за студентов билеты себе самому. А не знаете ли формулы серной ке-ке кислоты? И сейчас же себе самому же. Х2СКО4. Прекрасно. И так же забавен был семинарий по химии у Сабанеева. Его вел мой старинный знакомец, еще поливановцем помню его, Алексея Сергеевича Усова, сын крестного отца Сабанеевского лаборанта, прекраснейшего Гогенштауфена, по заверениям Лесковской. В лаборатории было его найти невозможно, он отсутствовал. Являлся же раз в неделю, на час и опаздывал. Длинный, всегда с перепугу моргающий под очками, с перепугу на нас неглядящий, а мимо, вспыхивая от стыда, как псаломщик, отбарабанивал коломенскую верстовую задачку, просто считывая ее с бумажки при записывании на доску. Записав «Остолбеневал», не садился, ужасно блистая очками, мы тотчас сбегались к нему и просили упорнейшие разъяснений, которые очень охотно давал и исчерпывающе. Решения списывались с его слов. Их собравший совал в боковой свой карман поворачивался и удалялся до следующего понедельника. Несколько решенных задач означали зачет. Сабонеевцы все чудаки, рыболов Александр Палч, пиротехник Волконский, Даусов, Алеша, руководили познаниями в очень крупном отделе крупнейшей науки. Если бы не реформаторский и не основой химии, то вместо неорганической химии в голове завелась бы пустая дыра. Какой же контраст с молодцами-зелинцами? Прекрасные спецы, да корня владеющие предметом, Наумов, Зернов, Дорошевский, Крапивин, Шилов, Кижнер и прочие. Ассистенты профессоров являли контраст. Волконский и Шилов. Прыгающий, взрёвывающий, разбивающий склянки и чистенький, чопорный, аккуратнейший молодой человек, производящий нема сложнейшие и порою опаснейшие манипуляции. Ни склянки разбиты, ни порошочка рассыпанного. Зелинский не посмотрит на ассистента, плечом поведёт лишь «Готова?» и шёпот Шилова. Кончена, реакция проведена. Пролетающий лабораторным коридором с уроков театр на Солобой-Волконский. И над огромным прибором в профессорском кабинете гибеющий Шилов. Разделение стилей меж органиками и неорганиками простиралось на служителей. Служители Сабанеева добродушные, растяпые, неряшливые, мне казались скорее рыболовами, затащенными случайно с реки в эти научные недра. А служитель Зелинского, обслуживающий его кабинет, интеллигентный поляк, очень-очень подтянутый, выбритый и радикально настроенный, производил впечатление лаборанта. Профессор Николай Дмитриевич Зелинский читал нам курсы по качественному и количественному анализам, а также по органической химии. Если лекции Сабанеева стояли под знаками благодушия и отсебятины, то постановка лабораторных занятий Зелинского стояла под знаком высокой научной культуры. Зелинский являл тип профессора, преподымавшего преподавание до высотных аванпостов науки, тип немецкого ученого в прекраснейшем смысле. Не будучи весьма блестящим, был лектор толковый, задумчивый, обстоятельный. Многообразие формул, рябящая память, давал в расчленении, так что они, как система, живут до сих пор красотой и изячеством. Классификационный план, вдумчиво упраздняющий запоминания, был продуман. Держа в голове его, мы научились осмысливать, а не вызубривать. Вывести формулу — вот чему учил нас Зелинский. Забыть это неважно. Забытые вырастет из ствола схем, как листва, облетающие и опять расцветающие от легчайшего прикосновения к конспекту. Знание формул не требовал. Требовал сметки. Умение вывести формулу. И ответить ему значило. Только подумать химически. Оживить в сознании путь выведения формул, а сбиться в деталях — неважно. Тут шел он навстречу процессу мысли, но при условии жт процесс этот был. Не знать значило. Под неумелым карандашиком в цепях превращения углеводородных ядер являлся эфир, не кетон. Это и означало не знать. Факт смешения формул двух смежно лежащих кетонов его не сердил. Он знакомил с процессом сложения и распадения, как с диалектикой. Ритмы же, метаморфозы, вводил он прекрасно в сознание нашим. Продукты метаморфозы или формулы, взятые памятью, менее интересовали его. Лекции Менсбера художественной гравюры, где линии фактов слагали осмысленную картину. Лекции Зелинского выглядели пестрейшим орнаментом, запоминаемым просто. Многообразие всех вариаций и изменение нескольких простых положений линейных. Он подчеркивал и пространственную структуру, ильстереохимию, вылепляя из красных и белых шаров, соединяемых палочками, модельки веществ, характер молекулярного соединения атомов. Структуру порою анализировал спедантичную точностью. Лекции не для химиков-спецов могли показаться скучными. Не в лекциях профессора был центр курса, в лаборатории. Лекции вне занятий его транспарант, на котором начертывались ретуши к рисунку. Снимите такой лист с рисунка штришки, наложите его на рисунки, они изменяют рисунок. Лабораторные занятия по качественному анализу обязательно для второкурсников. Обязательность была неформальна, реальна. Она отнимала не менее полугодия, максимум год ежедневных сидений в лаборатории, курс «Путеводный план при занятиях». Курсы Зелинского прочно врастали в наши лабораторные занятия. Лаборатория врастала в курсы. Слагалась нерасплетаемость теории с практикой. У Зелинского мы приобретали навык к работе. Менсберу и Умову можно было сдать экзамен и не отсиживая в их рабочих ячейках. Проходя качественный анализ у Зелинского, мы ходили настоящими химиками, пусть хоть месяц. Вне этого не могли сдать зачета. Он мягко, но твердо гнал нас сквозь химический строй. В воспитании, умении хоть немного понюхать научного пороха — огромная заслуга профессора. Курс его был, курс плюс практические занятия и центр в последних. Весьма спокойный, весьма деловитый, весьма обстоятельный лектор, студенту с налет оказался он скучным, опутанный кружевом связанных формулок, метаморфозу свершающих. Для посещающих лекции он вытыкал при пестрейшей, как будто персидский ковер на пространстве двух лет, таким ценным и цельным ковром, убедительным очень в деталях орнамента, и по сию пору остается мне курс органической химии. К Зелинскому подходили слова «по делам судит». Скромное слово его обстоятельных лекций совершало культурную миссию в наших сознаниях. Все работавшие у Зелинского увлекались задачами, лабораторной техникой, лабораторией, где мы в хорошем значении слова представляли себе в отношении срока работ и количества их. Хоть дана была норма немаленькая, но успешные могли удвоить, утроить ее. Никто не препятствовал, не торопил или не замедлял, не окидывал нас оком следователя. Посещаем, не посещаем ли лабораторию? Учет велся, задача была регистрирована, но стиль прохождения учебы был нам дружелюбный, и отношения между профессором, нами и его лаборантами в целом прекрасно слагались, лаборатория становилась домом, куда нас влекло. Каждый за год должен был пройти совершенно конкретную школу, и минимум требований ее в отношении к требованиям других семинариев был, конечно же, максимумом. Практические занятия по качественному анализу можно было окончить в два месяца, можно было окончить их в семь. Управляйся, как знаешь. В течение года легко проходился курс лабораторных занятий, отнимая в день часа по три. При прохождении быстром количество часов увеличивалось, а иные отсиживали с девяти и до четырех, бросив лекции, так или иначе анализ усваивали. Разбирались в умении работать над отделением веществ. Лаборанты Зелинского оказывали помощь, но студентам в рот знаний не клали. Мы сами осиливали ряд задач от простейших до сложных. Мы получали свой стол, шкафчик с необходимыми веществами и инвентарь орудий работы. Студент поступал в переплетение комнат, учился пользоваться приборами, работал то у себя на столе, то под батяшным шкафом, то в сероводородной комнате. Он выучивался и техники работы, до некоторой степени, и той руке, без которой не обойдешься, и сметке, которую не вычитаешь из книги. Умению поступать не по букве учебника, а по собственному соображению. Он узнавал, что на практике нет идеальной реакции, что в московской воде найдет кальций, которого ему не всыпали, и что цианистые калии, которым он пользуется, скорее уксусно-кислый калий от разложения на воздухе. Кроме умения расчленить ряд процессов в картину последовательного исследования веществ, надо было уметь научиться приборам, руке, экономии места и времени, да и поправкам на портящиеся реактивы, которыми пользовались. Из всего вытекал ряд конкретных узнаний. Качественного анализа не проходили, проделывали его сами. Каждый должен был проделать до сорока не менее задач на определение металлов и металлоидов. Задача получалась от лаборанта, ему же сдавалась. Два раза Зелинский давал сам задачу каждому из студентов, одну на металлоиды, другую на металлы и металлоиды, сам составлял смесь, передавая ее студенту. Определив ее, студент шел в молчаливейший кабинет, обставленный тканью приборов, где работал профессор со своим ассистентом. Здесь студент и давал подробнейший отчет, что нашел, как искал. По форме это была непринужденная и скорее дружеская беседа с профессором, мягко идущим навстречу, готовым помочь. Как-то не замечалось. У всякого другого профессора это был бы свирепый экзамен. А у Зелинского экзамен не казался экзаменом от того, что студент в уровне знаний и умений понять стоял выше уровня требований по другим предметам. И мягкий профессор систему и постановки работ крутовато подвинчивал, ведь бросали ж другие предметы для лаборатории. Гибенье непогибельно было. Весьма интересно. Сорок задач, под бременем которых в другом случае восстанали бы мы, проходили цветистую ленту и весьма интересных заданий с сюрпризами, устраиваемыми веществами. Только бывало и слышалось, «Черт, я прилил соляной, а он не растворился!» Я в него всыпал, знаешь ли, или «Нагнулся я в подвытяжной шкаф, а меня как ударит в нос горькими миндалями». Качественный анализ проходил с нами, как приключение европейца, попавшего в дебри леса и убившего там бизона вполне неожиданно. Кончив университет, вспоминали, а помните, как работали в лаборатории? Лабораторная жизнь была жизнь, чреватая впечатлениями, опасениями, радостями. Жизнь, а вовсе не отбывание зачета, чувствовалась умелая, мягко-строгая рука Зелинского, и требовательный экзамен зачет проходил незаметно, нережущим, а дружелюбно внимающим, казался Зелинский. Он выжимал из нас знания, а мы не вызубривали. Готовиться к экзамену у него нам порой казалось нелепостью, готовились в лаборатории, в ежедневных буднях, которыми с мягкой настойчивостью обставлял он нас всех, принуждения ж не чувствовали, химию знали лучше других предметов. Если б другие профессора умели присаживать так к прохождению предмета, то средний уровень знаний повысился бы. Строгий, мягкий, приятный, нелицеприятный, высоко державший преподавание, таким видится Николай Дмитриевич. Высокий, прямой, с закинутой головой, отчего над спиной усияла почтенная лысина, с длинными, мягкими, вьющимися каштановыми волосами, почти до плеч и с окладистой бородою, прямоносый, с мягкими усами, с большими умными глазами, весьма обведенными синевой, приятно бледный, неслышно он шел коридорами или между рядом приборов, порой останавливаясь и разговаривая очень тихо, точно он шел пространствами древнего храма. Но в оттенке торжественности позы не было, это была торжественность про себя, от сознания культурного дела, творимого здесь. Он был красив тишайшей научной думы и внешним образом производил приятные впечатления, правильные черты лица, очень сдержанные манеры, безукоризненная серая или желтоватая чисто шитая пара. Кругом настоящими ахальниками и выглядывали, и выскакивали студенты, на него натыкаясь, чумазые, разъерошенные лаборанты, черт знает в чем, с прожженными пиджаками, с носами какого-то сизо-розового оттенка, от едких запахов, что ли, его окружали. Он тоже работающий, поражал чистотою, опрятностью и неспешкой инспекторского прохода по комнатам. Являясь на лекцию тихим и мягко приятнейшим баритоном, с грудным придыханием, певучий вытягивал на доске альдегидные цепи свои, так же тихо он объяснялся с тем и с этим. Когда проходил, то мы, естественно, присмиревали, праздно не обращались к нему, хоть не требовал он пиетета. Тишина в нем жила от мысли и пиетета к высокому научному учреждению. В соединении с большой укультурностью и с повышенным чувством такта она окружала Зелинского непередаваемой атмосферой. Неся решение им данной задачи в профессорский кабинет, тихий, большой и опрятный, мы переступали порог кабинета, как переступают исповедальню. Из тени поднималась навстречу большая кудрявая голова с полосой чисто вымытой лысины, выступало бледное, несколько измученное лицо и тихий, чуть заикающийся тенор, могущий пропеть баритоном, конфиденциально выспрашивал «Ну, что вы нашли?» Начиналась и исповедь, которая и была экзаменом по анализу. Вышедшие из кабинета с зачетом на действительном экзамене не спрашивались, а лишь вызывались. Профессор, справившись с записной книжечкой, выставлял оценку зачета, студент отпускался. Не химик. Как-то вполне незаметно, пройдя анализ, я заработал по анализам весовому-объемному у ассистента Зелинского-Дорошевского и даже попал в лабораторию по органической химии. Сдавший экзамен в размере государственного на третьем курсе, на государственном отделался пятиминутную беседую и оказался в маленькой группе органиков, работавших в тихом, просторнейшем помещении, обладателем каких угодно приборов, хозяином времени, почти лабораторным жильцом. И здесь редкое пересечение комнат скорбную фигурой Зелинского, величественно нам сиявшего лысиной, напоминало явление тени отца в трагедии Гамлет, атмосферу и некоторые робости, которую он, не запугивающе, внушал, потому что зоркий взгляд, будто невидящий глаз, обведенных явною синевою, все видел, не глядя. И как только студент оказывал талант или сметку, профессор Зелинский уж веял около него, как безмолвная тень, дело кончалось порой похищением студента, как прозерпины с им скорбным Плутоном, студент проваливался с Зелинским в тартарары, как случилось это с Петровским, хорошим химиком, главное техником, набившим руку и развившим нюх к ведению сложных процессов, который отсутствовал у меня, как пронюхал Зелинский о нюхе Петровского, одного из двухсот работающих в помещении, куда Зелинский не заглядывал, неизвестно, наверное, учуял из недр своего тихого и пустынного кабинета. В один прекрасный день второкурсник Петровский исчез. Я нашел его в темном подвале, где в уединении мраки, слегка озаряемым лишь горелкую, стал он варить, и кипучие и вонючие смеси профессору, отбиравшему хороших работников и заставлявшему их вести опыты для себя. Так студенты временно становились в прямое сотрудничество с Николаем Дмитриевичем. Позднее Петровский, прекрасный химик, потерял вкус к работам, мечтая о курсах, не имеющих к химии ни малейшего отношения, о курсе еврейского языка и так далее. Зелинский не принуждал, но помнил работы случайных сотрудников. Встретившись с Николаем Дмитриевичем у знакомых уже в двадцать четвертом году, я весьма удивился, когда он, вспомнив о Петровском, обратился ко мне с просьбой, чтобы Петровский дал ему какое-то нужное ему сведение о процессах работы, введенной двадцать четыре года назад. Зоркость и знание мелочей, составляющих лабораторную жизнь, внушали не страх, а невольное уважение перед хозяином лаборатории, тихо пересекавшим ее во всех направлениях. Нередко он устраивал трюки. Даст вовсе бесцветный раствор. Решаешь, решаешь, и нет ничего. Что, нашли? Ничего не нашел. Как ничего? Ничего. Позвольте, да что ж, у вас в колбе. Вода. А разве вода не что? Профессора знал я с детства. Был таким же тихим, опрятным и бледным, с удлиненным лицом, длинноволосый, длиннобородый. Он появлялся к отцу горько жаловаться на притеснение Марковникова, но в жалобах слышалось много достоинства и мягкой твердости. Мог же он быть непреклонным, но не было в нем никаких скачков, педаль нажималась мягко. Окончив университет, я встречался с Зелинским в концертах, в театрах. Он не замыкался в своей специальности, у него был живой интерес и к культуре искусств, и к общественности. Мы встретились с ним в Берлине в двадцать втором году и вместе обедали в ресторане, вспоминая знакомых органиков моего времени. Он стал седым, в чертах лица проступила мягкость и добрость, венцом, седины, точно лавром, покрывая жизнь. Будучи органиком, видывал и великого притеснителя профессора Сабанеева и профессора Зелинского, чьи работы об углеводородах приобрели мировую известность. Разверзница, дверь в помещении органиков, черная пасть коридора, в которую не ныряли зелинцы, зияет. Нырять в лабиринт этот темный, откуда глухое стенание Минотавра доносится, страшно. В пороге с обнюхивающим видом стоит Минотавр, лоб кровавый наставив, глазенки метая на нас в меховой рыжей шапке, в огромнейших ботиках это Морковников. До моего появления в лаборатории Морковников с дикою толпою буянов врывался к Зелинскому. Комната, в которой свинчивали комбинации колб, холодильников, трубочек разных калибров с ретортую, была общую. Меньшая часть отдавалась Морковникову, а больше и Зелинскому. Двери с противоположных сторон уводили к Зелинскому, переполняющему помещение духом Европы, и в недра, вполне неизвестные мне, где оказалось, леший бродил. Студенты и лаборанты Зелинского с большим страхом проюркивали коридором, там комната, в ней гнездился Морковников, и изредка лишь вылезай, чтоб стать у порога, или с бурчанием и фырком обходить всех студентов своих. Звуки, напоминающие жизнь Тапира, казались сердитыми, при близком же знакомстве с пугающим их обладателем оказывались фырканьем добрым, профессор Морковников шутками своих веселил, чужие ж мы слышали рявки, не понимая, за что морковниковцы любят своего ужасного генерала, они называли его генералом, вполне позволяя кидаться ему на себя, их обругивать, замахиваться железной горелкою, но сдачи давали ему, на него и кричали, и топали, стиль там простецкий господствовал, уверяли, морковников очень сердечный крикун и буян, обижаться нельзя, если он нецензурным словечком огреет, а можно дать сдачи, умел он обласкивать, соскакивал с пьедестала, едва ли не засучивая кулаки, а Зелинский умел свою хладную мягкость нести угрожающе, два темперамента, понятно, в линии касания сфер явления атмосферы разражали с образованием бурных осадков в виде студентов морковниковцев, вооруженных горелками и отнимающих силы из столы у зелинцев, после чего начиналась история, длящаяся годами. В мое время уж не было славных боев. Впечатление от генерала стабилизировалось, распахнется дверь черным отверстием, и явится бегемотоподобный старик с баклажанного цвета лицом, обвисающим белыми, с желтизною, косыми какими-то бачками. Маленькие глазеночки мечутся над повисающими глазными мешками, пофыркивает как-то милостью разъяренно, а дутловатое лицо таит взрыв, не то шуткую выпалит, а не то изругает, а дутловатый, приземистый, в серой, поношенной паре, в огромнейшей шапке и в каменных ботиках. Он постоит, помолчит, посопит, и вдруг рот раскривится, студенту мигнет, повернется, и еле, передвигая ноги, уйдет в коридор. Сравнительно редко в лаборатории появлялся высокий, румяный, красивый и крепкий реформацкий. Тогда лишь доцент, популярнейший лектор у нас и на курсах, спешащий на лекции и неведущий работ. Он видится мне залетной кометой. Было странно наткнуться на примастившегося наспех с прибором А.Н. в сюртуке с полотенцем, с горелкой. Иные расставят сооружения приборов, стоят они месяцами. Их маленький обладатель Юрка и Токола, и примелькается нам до того, что исчезнув порой на неделю все видится, а прибор ожидает его и уж знают прибор этот Кижнера, тот Чичибабина. Реформатский влетит, сымпровизирует какое-то легкомыслие, неуютно поставленное на юру, торопливо поводит горелкую, колбу свою нагревая, и нет Реформатского, нет и прибора. И то, что иные приборы, казавшиеся неугасимой лампадой, и обладатель исчез, а все пламя пылает и булькает что-то, и пришепетывает. Так врезается в месяцах кижнеровский неугасимый прибор, точно жертвенник, пламя свое поднимающее. Так вот, начал я с Александра Николаевича, а свернул к кижнеру, след простыл первого, а на второго наткнулся. В который раз? Кижнеровский прибор зажил самопроизвольную жизнью, уже не нуждается в кижнере, ночью кипит себе, кижнера даже и не видишь. Он стал транспортировать, вовсе невидимый, потому что прибор примелькавшийся кижнер и есть, туловище, холодильник, а голова реторта, наверное, испаряющие исследования, просеку вырубающие. Мы, студенты, имели нюх, чувствовали по разрастанию прибора рост мысли, иной начнет с маленького, глядь, посиживает верхом на паяльном приборе и трубки стеклянные гнет. Стеклодув ему дует в подвале гигантскую колбищу, глядь, прибор вдвое разъехался и на второй уж стол переехал, явилась сложнейшая сеть из коленчатых трубочек с вставленным хлористым кальцием. Появилась стеклянная палка термометра и, как паук, кижнер ткал свою стеклянную паутину, а самого не видать. Года два натыкался на лысого, рыжего, странно розового, бело-бледный, посередине щек пятна очкастого человека, одетого черт знает как, в чем-то рыже-засаленном и пережженном. Он обнаруживался нелепо у брома в подвале, в проходе. Толкнешь его здесь, там наткнешься. Он не человек, а не мой инвентарь. Кто это? Кижнер. Тогда еще я просовывал нос в его специальнейшую работу о строении гексогидробензола. Его же я знал по прибору лепечущему здесь неделями, а человека под ним не приметил. Уверен, введи-ка в переднюю лабораторию бабу-ягу. Поведет она носом и скажет, здесь кижнеродух, гексогидробензолом здесь пахнет. В мое время лаборатория во многом становилась какой-то кижнерицею, а кижнера нет. Тот насвистывает, этот голос подает, кижнер вовсе немой. Проявляет себя разве тем, что толкнешь его локтем в проходе, в ответ оплеуху получишь его полотенце с плеча развивающегося. Оголтелый взгляд малых, безвеких, моргающих, голубеньких глазок, точноголовки притертых двух пробочек, красненький носик, очки, рыжий растреп бороденочки, кругловатая лысинка. Часть собственного прибора, толкающаяся логично у бромовой банки, при которой чихаешь и кашляешь, при отливании бром ест гортань, и я думал, что кижнер чахоточный, брому нанюхавшийся. Было бы странно узнать, что у кижнера дом или, боже упаси, есть жена. Его дом органическая лаборатория, жена аппарат, с которым занимается деторождением, пеленками детей кижнера, бензольных веществ, все бывало разило. Недавно сравнительно мне рассказали последствия, постигшие кижнера от неумеренной работы над радием. Говорю о кижнере, а начал с Александра Николаевича реформаторского, ассоциации по противоположности. Оборванный, заплатанный, длинноногий кижнер в зелено-мухращатом коротком пиджачонке, застегнутый на все пуговицы черного, чистого сюртука Александр Николаевич с чистейшим полотенцем, декоративно брошенным на плечо около вспыхнувшей случайно в случайном месте горелки, которой судьба на неделю угаснуть, чтобы вспыхнуть в другом помещении точно блуждающий огонек. Немой кижнер и громкий, но редко гласящий басок реформаторского, пересекающий все помещения, черт знает каковская оправа кижнеровских очков, и золотая оправа очков реформаторского, подчеркивавшая красивый профиль, обрамленный желтоватой бородкой здорового краснощеков очень лица, лысинка и шапка волос. Кижнер, с которого точно срывались одежды, потом куски пальцев и изъеденных радием, и спешащие срывать лавры. Александр Николаевич Не сомневаюсь, что до меня, да и после он много работал, приборы сплетаем, при мне не работал, работая совсем на другом поприще, вводил в химию нас и курсисток. Каждая наука имеет свои специальнейшие глубины, противопоставленные высочайшим принципам, которыми владеть не умеют столь многие, чаще всего специалисты. Ледчайший дар увидеть научный ландшафт, как феномен культуры, и пережив его всячески, эстетически, философски, пропеть им в сердца толп, чтобы десятки и сотни из них двинуть в химию. Мобилизация кадров научных поклонников Менделеева специальность еще более редкая, чем специальность отсиживания у приборов. Кижнер казался количественным синтезом, работником равным двадцати. Реформатский казался каким-то химическим синтезом, и из основ химии, и его дум о ней рождалась неповторимая песня, пропетая всей культурной Москве и зажегшая невугасимую лампаду огромнейшего восхищения перед ландшафтом науки, увиденным в его целом. То, что мы получали от Тумова как песню о физике, как полет с ним над мирами Максвелла, то мы получали от Реформатского, этого мы получить не могли ни у Зелинского, ни у Сабанеева. Он поставил в курсе периодическую систему, как некий космический песни-поющий орган. Из нажимов клавиши ракатали мелодии соединений веществ, данные в ритме системы, где качественность, вес и цвет элементов рождались из места таблицы, которую понимал Реформатский как музыку. Прямо с лекции этого непередаваемого химического вдохновителя я окунулся в основы химии Менделеева, ставшей мне химическим Евангелием. «Основы химии», говорил Реформатский, «есть наша химическая Евангелие». И он прав. После Бора и перепроверки системы Менделеева рентгенологии она лишь окрепла. Курс Реформатского апостола Павла от Менделеева никогда не забуду. Среди фигур примелькавшихся в лаборатории помнилась встрепанная фигурка Крапивина, точно выскакивающая и подглядывающая с пробиркой в руке или с книжечкой, в которую озираясь на нас из-за шкафа он носил что-то наспех и вновь ускользал. Как летучая мышка, писал он восьмерки, эволюируя между профессором и межстудентом. Не разберешься бывало с кем свой, с кем чужой, все пробирку принюхивал, как алкоголик принюхивает рюмку водки, а не кислоты. Приученый очкан с покусительством на анекдотик, прошептываемый меж двух шкафов среди двух реакций, казался какой-то недотыкомкой, с грубоватой прибауткой, такой фамильярной, и вдруг, разобидевшись, был обидчив, свинью подлагал, предлагая студенту приготовить подлейшую вонь. Рассеянный и неярко мельтешивший эта фигурочка являлась фатумом. Без крапивина не проживешь в органической. Тон понебратский не гарантировал от неприятностей маленьких складывающихся в большие. Начнет строить мины, все выйдет подмоченным. Уверенность в знании, реакция, а ни на что не пожалуешься, та же простецкая маска, на что-то мотающее на рыжающий ус и такую ж бородку. То неприятные для тебя случайные жесты, добрейшие ко всем расположенной личности. Бывают такие случайности. Под руку скажут, ты кокнешь термометр. Перебегут дорогу в ту минуту, когда производишь ответственные измерения, и нет измерения. Дадут очень легкую работку, но только такую вонючую, что и не в силах ты преодолеть этой вони. Случайность? Нет, лучше персону сию обойду, объяснив впечатления свои. Встал ты с левой ноги. Вот и кажется, то, чего не было. Иное мое впечатление от прохождения количественного анализа у Дорошевского, бледного брюнета с подстриженной бородою, с печальным и умным красивым лицом. Он похаживал в серой или светло-коричневой паре, такой опрятный, и не шмыгал, являясь тихоидеально, вступить в отношения с работающими. Потом удалялся, не видясь почти. Не могу я сказать, чтобы работаю был очарован, этот анализ был нужен для права органикам стать. Дорошевский прессухо давал нам взвесить порошинки и сухо гонял перевешивать их. Мы балдели часами перед чувствительными весами. Дорошевский не нажимал и не распускал, у него был свой срок для зачета. Зачет был обязательно для начальства, коли мы записывались на количественный анализ, и не зачет вписывался в формуляр как изъян, полугодие официальное время зачета. Коли начинали занятия осенью, предрождеством надо было хоть тресни окончить работу. Увлекшись осенью 1902 года писанием возврата, я споткнулся о часовое подвешивание крупинок, которые становились просто ведрами растворов, я аж выпарив их находил тушь-крупинку, которую снова усаживался перевешивать, смертная скука. Анализ в ней именно. Просиживание на табурете перед весами закрытыми колпаком из стекла от дыхания вес изменялся, с крупиночкою в щипчиках прикосновение пальцем меняет вес, и с разновесочками, из которых обеднейшее, напоминающее пылиночку металлическую приязвительный рейтер, который усаживаешь, прищемив его щипчиками, на коромысло он валится. В поте лица водворив разновески пройдет с полчаса, это сейчас ожидаешь, пока стрелка медленно уменьшает свои амплитуды размахов, и после высчитываешь. Надо, чтобы ошибка твоя выражалась в десяти тысячных долях, коли в тысячных выразится, начинай все сначала, тебя Дорошевский прогонит. Перерешаешь задачу раз пять, четкость и кропотливость, они только спрашиваются, сообразительности никакой провиденциальная скука, таков же предмет. Между взвешиваний данной крупинки и найденной после выпаривания скучнейшая простая реакция, но ужасавшая медленностью разведения вот и выпариваний. Я не рвил, не довешивая или перевешивая, и Дорошевский меня прогонял, совершенно отчаявшись, я убегал в чайную и писал в уголочке возврат на бумажных клочках, незаметно прошло полугодие. И пресс зачета, зачета обязателен, ведь не зачет, здесь есть двойка, отмеченная в формуляре. Осталась неделя, уже разъезжались, лаборатория пустовала, я являлся к весам в половине десятого, а уходил в семь, в восьмом, электричество сияло в пустынях сплошных. Дорошевский, да я, да служитель скучающий, злоозирающий и никого. Лишь уйди, Дорошевский, меня бы служитель сию же минуту давшею, в часы не положенные занимался. Никто ж ничего, потому что сидел Дорошевский со мною. Сообразившись, что я догоняю пропущенный срок, с деликатной мягкостью он пересиживал в лаборатории, но не давал мне понять, что держу его я, будто сам занимается. Все выходил из своих помещений, печально поглядывал и печально посвистывал. Под его контролем я сдал весовой анализ и дней в пять промахал по-объемному за задачи задачи. Нет, Дорошевский нисколько мне не ослабил работу. Себя он наказывал пересиживанием всех сроков со мной. С пяти появлялся из комнаты, где он тишел, с молчаливым сочувствием перемогая мои попыхи, понимая, что девятичасовая работа над взвешиванием и цежением капелек из тетровальных приборов досадная штука, и все же задач не убавил. Когда цикл их кончился, спрашивал строго в объеме предмета, поставил зачет, мы расстались прекрасно. Среди химиков, с которыми приходилось дело иметь, отмечу Наумова, лаборанта Зелинского, ведшего работы по качественному анализу, небольшого расточку и с носом, оканчивающимся утолщением. От внюхов, быть может, принюхивался он к десяткам пробирок, его теребили. Сергей Николаевич, не могу понять, посмотрите, как будто бы барий. Ее я разрушил и выпарил, а посмотрите-ка. К носу Наумова десять пробирок всегда подымались, куда б ни пришел. Он, премаленький, все-то покачивал у коризна лысинкой, да очками поблескивал, внюхиваясь в сто пробирок. Взболтнет и приложит к ноздре и замрет, как собака, разрывшая норку кротиною. Батенька, эх вы! И, поглядев иронически, мимо пройдет без ответа к пробирке другой, проболтнет и приложит к ноздре. Что ж, не досадили. Икновый болтнет и принюхает. Пахнет-то чем? Четвертая группа под сероводород ее. Всех сто студентов за день обойдет, сто пробирок отнюхает, нос-то и пухнет. Он все решал нюхом. Не менее четырех тысяч задач проходили через его руки за сезон. Каждую он сам составит, отметит, даст, примет. В процессе решения вынюхает. Как укладывался хаос, нюхав носу его, не понимаю. Не суетился. Похаживал с полуироническим неблагодушием, с явным оттеночком злости веселой, размешанной с философическим, даже циническим скептицизмом. Над малую темную бородочкой лишь припухало раздутие носа. Производил впечатление то собутыльника, не то сурового скептика нашего нюха, с иронией обучающего не тому, что написано в книге, написано «то-то прилить». Приливали, осадка же не было, жаловались. Тут в наумове радость дьявольская зажигалась. Так, батенька, зубы гнилые показывал, взбадриваясь носовым отолщением, с иронией просто космической и с наслаждением поднюхов шел к банке. И черт его знает, что делал он, нарушая все правила. Так-то и вы делаете. Только потом открывал с издевательски просто приплясом. Эк вы, что же вы в чистой воде не откроете, бария, разве? Да что угодно откроется, барий и кальций, и калий, и натрий. Нет, вы научитесь отличать растворенное данное от просто почвенных примесей химик. И, сделавши нам длинный нос, шел довольный принюхаться к следующему приставали. И нас осеняло учебник учебником соображеньше остается. Он с дьявольской радостью соображенью обучал, нам подрябкивая. А вы всыпьте-ка втрое больше указанной порции, с кислоцой «Проболтните!» Учебник об этом молчал. Казалось, Сергей Николаевич действовал нюхом, не правилом вовсе. Его глазомеры рука удивительны были, и вешать не надо. Сразившись студента вполне небрежением к учебнику, он, полотенце закинув, бодаясь носом и зубы гнилые показывая, едко критиковал «Горе химика, суба, порядки» и выходил к запивалам дубинушки, и оглашающий лабораторию к вечеру, когда субы исчезнут подтягивать басом. Порой он крупно ругался с тем, с этим, но по-товарищски. Еще чаще он реализировал над студентом, учебником, миром, теории к черту слал, практик. Товарищ его, Тихий Зернов, вводивший в суть правую сторону качественной лаборатории, С.Н. по левой ходил, был иной, белокурый, угрюмый, премаленький, перебежав, точно суслик столы исчезал, как в нору, в свой подвал, где работал Петровский, казалось, мышка, летучая, светобоязнью страдающая, шныряющая ночами меж столиками, а днями сидящая в черном подвальном углу. Лаборатория Тень пренелепого длинного очень угрюмого чичибабина, пересекающая дорогу, тень скольких, которых дать абрис нет времени. Лаборатория штаб естественного отделения физико-математического факультета, разбросанного на больших пространствах. А аудитории, где слушали лекции математики и филологи, и в них мы толкались, Менсбир читал тут, Галенкин читал, читал Лейст. Здание гистологического института, где мы встречались с медиками, здание анатомического театра, боковой большой корпус с Никитской зоологический музей, геологический, минералогические кабинеты, все это разбрасывалось в пространствах Никитской, еще Маховой. Дальше выхода к Лейсту. Метеорологическая обсерватория в районе Пресни, в ботанический сад, Мещанская, в антропологический кабинет здания исторического музея, залы коллекции в политехническом, тут мелькал заграф, район передвижения огромен, перебегали от здания к зданию. посетитель всех лекций добегаться мог бы до высунутого языка, зигзагами с Мещанской в гистологический и обратно, и некоторые писали, иные закупывались в одном помещении, отрицая все прочее. Нужен был орган связи. Таким и являлась лаборатория и у студентов, и у педалей, особые канцелярии, как раз против в чайный. Чайное место споров, забегов и передыхов, осаживается раствор. Свободен час, сиди в чайный, за пятым стаканом и за шестою ватрушкую. Мы, органики, потом выделили место чая на плоскую крышу. Среди работающих органиков, помню, Кравица, Мозера, ныне профессора, Иванова, тоже профессора, Погожева, Чиликина, образованного Печковского, переводчиков, Аршинова, Йоги, Хеса, Петровского. На четвертом курсе выделился кружок плоской крыши, куда вылезали Погожев, Петровский, Печковский, Иванов, Аршинов и я, и куда приходили к нам Янчин с Владимировым, где вопросы искусства решались, откуда я шел на журфиксы к Бальмонту перед окончанием университета, где неукомонный проказник Иванов выделывал штуки, лицом, интонации, высказывая прессерьезно ужасные дичи. Я здесь же устраивал цирк и показывал, как возможно над бездной ходить по перилам, имея на голове стакан чаю или прыгая на одной ноге через поставленный на перила сосуд. Весна, молодость, просто избытки сил нудили лазить по перпендикуляру стены, зацепляясь за выступы, кто выше влезет. Чай пили в химических стаканах для осаждения, помешиваясь стеклянными палочками, и он лился часами под тарараканьи весенних пролеток. В окне же торчало лицо лаборанта, не понимающего, что за крик поднимает компания озорняков, с крыши бросавших вовсе не химические лозунги, лозунги символизма. Кривилось порой лицо, но не трогало трончить верокурсников, еще органиков, кстати сказать, имеющих в числе сокомпаньонов будущих профессоров. Иные занелюбили нас, непонятный тон, очень декадентские сентенции. Я, например, сидя на глиняном мощном сосуде, начинал рисовать субъективнейшие импрессии окислов, азота, рожебородах и рожекудрах, или речь заводил о кентаврах, или изыскивал химию изменения звукового корня. Во Франции такое-то изменение звука, а в Бельгии эткое, ни люба, ни слушай, а врать не мешай. Лаборанты и ассистенты Зелинского, присутствуя при вылете на крышу компании, в ней и органики дельные, врать не мешали, косяц, думается, палки, подкладываемые в мою работу, относились к этому заведенному стилю. Как-никак, весной 1903 года на крыше лаборатории действовал тот самый кружок, который осенью 1903 года составил фракцию аргонавтов моих воскресников Петровский, Печковский, Владимиров, Янчин. И квартира Владимировых уже выкинула флаг нового быта. С Владимировым и Ивановым шли порой с крыши отмахивать в окрестности Новодевичьего монастыря, поражая прохожих изображаемым галопом кентавров. Химическая лаборатория видится мне романтическим местом. Полутайная переписка с Мережковским и с Гиппиус началась при посредствии швейцаро-лаборатории. Я был вынужден умалчивать дома о своей бурной дружбе с петербургским литературным кружком и дал Гиппиус адрес лаборатории. Идешь утром к приборам, швейцар же с подмигивающей улыбкой передает толстый темно-восильковый пакет. Спросишь чаю и углубишься в метафизические глаголы о плоти, забыв все на свете. А, синий конверт, подмигивают Петровский или Печковский. Прочтешь им из письма философское отступление, разгорается обсуждение, спор за химическим чаем. В лаборатории же читывал первые письма Блока ко мне и его стихи, пропагандируя их значение, отчего лопались колбы и градусники, весьма удлиняемой свиток долгов за разбитую служебную посуду. Пригнанные горлышком пробки, залитые парафином, дымили мне, пропуская газ. Повернув машинально горелку Петровского, взрыв ему раз я устроил, и раз сунул голову под вытяжной шкаф, чтоб свой тигель понюхать, забывши, что он выделяет циан. Ужасающей вонью ударило в нос. Ничего. Я оправился и побежал к лаборанту, тот дьявольский. Коли же вы так нюхаете, что ли на шатырь? Да в задаче-то минимум циана, эх, химик. А все символизм. С ним связалась и лаборатория, где я практически осуществлял свои ножницы, чихая над блоком от незалитых парафином отверстий прибора. Начало переписки Белого с Динаидой Гиппиус относится к февралю 1902 года. Первый из сохранившихся писем Гиппиус к Белому датировано 3 марта 1902 года. Начало переписки между Белым и Блоком относится к январю 1903 года. Но ни одной романтикой живет память о лаборатории. И живой благодарностью Зелинскому, завлекавшему меня, не специалиста по химии, в ее недра конкретным показом того, что есть подлинная наука, как на ошибках и неумениях учиться экспериментальной мысли. Другие не дали научного быта, давали своим, а Зелинский дал этот быт. Со второго курса я не прикреплялся уже в программе занятий никому стилем собственного прохождения курса, который должен был дать мне представление о методологии точных наук для будущих гносиологических студиумов. Умов дал ясное представление о месте физики. Реформатский и Зелинский раскрыли мне химию, а Менсбир биологию. Методологический костяк откладывался из чтения на дому, из знакомства с литературой, из изучения философов, касающихся истинства знания Вунта, Ланге, Оствальда, Гельмгольца и Гефдинга. Я использовал естественный факультет для своих целей, тем, что умел попадать на работу, не рассчитывая быть оставленным и извлекая лишь то, что мне было нужно. Вся постановка работы Зелинского мне безмерно давала, и я пережил себя химикому прибора, не ставший им. Это достигало свободы и тактом, которые веяли всюду, где возникала фигура Зелинского. Горе специалист Со второго же курса мое положение как студента, перед которым стояла проблема специализации, становилось весьма неудобным. Специальности, строимой мной, озаглавленной методологии естествознания, не было. Не было спайки естествознания с философией, естественной в Германии, где доктор естествознания именуется доктором философии. А у нас, коли ты философствуешь, изучай философию, изучай филологию, в расселении племен между притоками Припяти. Коль читаешь ты Дарвина, то помалкивай о философии. Только умов водил нас на грани сплетения науки с вопросами общими, а другие не подымались над философией частной науки. Попытка их философствовать напоминала мышление сапожника или пирожника, объясняющих мировые явления частными орудиями ежедневной работы. Сапожнику свет — это лоск ваксы, а для пирожника форма явлений — пирожная форма. Подобные истины гласили из передовых аванпостов такой-то науки. Другие, сколь многие, попросту не поднимались до аванпостов своей специальности. Заграв всею силой души ненавидел философию зоологии и поди-ка поговори с Наумовым, единым принюхом, решающим качественную задачу, он тебе между пальцами едко пробирку покажет, подставивши к носу. Видал? Я не умел объяснить окружающим конструкцию моего прохождения. Их какой бы специальности я не причалил, к исходу четвертого семестра на меня косились бы с точки зрения затаенной мысли, что ищет, где пристроиться к нам. Мы же руководители, право имеющие отпугнуть или принять в свое лоно, посмотрим, каков из себя. Этот стиль обусловливал систему подлаживания, и каждый старался всем видом своим убедить, что ботаник до мозга души, когда он собирался писать сочинения по ботанике, тот же пыжился видеться химиком, интересующихся собственными программами отрицали. И со второго же курса естественников раскалывали насильно на две только группы, на физико-химиков и на биологов. С третьего курса биологи разбивались опять механически на зоологов и ботаников, а физико-химики делались только химиками, только физиками. Теоретические интересы к биомеханике в связи с теоретической механикой, например, не имели реальности. При такой установке работ со второго же курса стало мне ясно, что с изучением вунтов, оствальдов вполне ни при чем я. Сочетание в чтении химика с психофизиологом и увлечение проблемами жизни неспроста центровали меня вокруг клетки. Первый курс увлекался этими проблемами. Получи я возможность нормально работать над клеточными организмами, моя специальность сложилась бы естественно, но несчастные ссоры с зоографом и беспрокость его руководства лишили меня на третьем семестре органической возможности иметь специальность. Что было мне делать? Варить черепа костистых рыб? На каком основании? На одинаковом основании. Я мог мерить дожди, я их мерил, составлять нитробензол, составлял, и строгать древесину при помощи микротома строгал, но прийти мне к Зелинскому, к Лейству или к Тимирязеву с ласковым видом и жестом «Я ваш» я не мог. Очень многие делали так, загрунтовывая себе местечко для кандидатского сочинения и выдавая себя за поклонника только этого предмета. Положение беспризорного трудно. Химия мне давала нюх, но с проблемами биологии не хотелось расстаться. Сочинение шпохимии плюс сидение в лаборатории отрезало от круга предметов, стоящих в моей программе. Я и выдумал собственную двухлетку для третьего и четвертого курса. Тогда разбираются специальности, пишется сочинение. Сосредоточить практическую работу в лаборатории, специализироваться же формально по этнографии. Предмет живой, в круг которого входит культура, но этнография, включая чтение на дому, посещение Анучинского музея брала не слишком много времени, оставляя возможности работать на стране в другом круге наук. Так вот я раздвоился. Анучин писал сочинение, а просиживал в лаборатории, вызывая недоумение Анучина тем, что так редко к нему являюсь. И вызывая недоумение Зелинского тем, что, сдав ему экзамен на право работать с органиками, не беру у него же и темы. Товарищи не понимали меня. И Владимиров, компаньон по Анучину и Петровский, приятнейший компаньон по Зелинскому, последний ворчал, что вы тут делаете? Устраиваете мне взрывы? Рук у вас нет. Я же устраивал взрывы и бил колбы, не уходя от Зелинского до четвертого курса. Но и с Анучином произошла неувязка. Я явился к нему с тайной целью специализироваться по этнографии, облюбовав свой уголок орнамент, тогдашнее ИДФИКС, формальный метод в трансформе культур по народам, эпохам, этапам развития. В это время наметились естественно научные подходы к анализу древности. Интересовала трансформа морфологических линий орнамента, соотношение цветов. Орнаментами я интересовался и вне университета, разглядывая коллекцию их в Соловьевской квартире. Естественно, потерпевшие крушения за графом, через этнографию я хотел связать оба конца разъезжавшихся ножниц естествознания и искусства. В проблеме орнамента, изучаемого научно. Тут ведь можно было работать. Мечтали с Владимировым, как бок о бок усядемся, он за костюм, а я за орнамент. Встреченный благослонно анученным, я скоро поведал ему о намерении писать сочинение по орнаменту. Он удивился, шутливо заморщив свой лоб и, хватаясь за нос, с благодушием на меня поглядел, но с иронией шамкал. А, вон, куда вы, что же, что ж, интересная тема, но только предмет не обследованный. Я начал доказывать, обследовать можно, сам же он пускался в экстравагантные изыскания, негритянские элементы у Пушкина и так далее. Он со мной согласился, но вскоре же начал настойчиво обескураживать, бросьте-ка, трудная тема, источников нет. Уговоришь его, отойдет, а на следующей неделе печально подходит, писали бы мне по географии, а орнамент оставили бы. Почему-то он думал, география интересует меня. Вероятно, на том основании, что сумел я однажды экспромтом рассказать ему его лекцию перед курсом. На первую лекцию по географии никто не явился, а на вторую валилась толпа, повторять он не хотел. Увидев меня, его слушавшего, мигнул мне повторить его лекцию без веры, что помню, весьма удивился, что я повторил. Так вошла в него мысль о моих будто бы географических интересах. Месяца два старичок отговаривал меня от орнамента, что ж ему лучше видно. Я с грустью вторично расстался с излюбленной темой. Время шло даром, надо было спешить. Тут меня осенила проблема оврагов, к которым присматривался издавна я в имениях. Рост оврагов в России давно принял грозные формы, проблема борьбы с ними виделась мне боевой задачей, а источники были представлены в виде сырых материалов, не то что орнамент. Я влетел неожиданно в специальность, которую не интересовался нисколько, за исключением малого участка, овраги и то только русские. Анучин был доволен этого дела, с орнаментом вы знаете, и, ухватив себя за огромный свой нос, он заплакал морщинами лба, не глазами. Потом я не раз сожалел об уступчивости, изучившая Анучина с его методом потише да полегоньку. Надо было наперекор ему же писать об орнаменте, с географией я влетел в неприятность. Я географический спец, должен был знать метеорологию, в существовании, который весьма сомневался, ведь россыпи данных к единству никак не сведенных еще не наука. Я поплатился жестоко, попав на зубок бородатому лейсту, едва не зарезавшему меня на экзамене, спас лишь Анучин, вовлекший меня в невыгодную авантюру. А Владимиров имел стойкое мужество выдержать мрачность Анучина, тоже пускавшегося перед ним тихо плакать морщинами. О русском дикостюме писать невозможно, источников нет, и прецедентов таких не бывало. Владимиров, муж упорный, талантливый художник, выслушав это, решил, что покажет Анучину, как сочинения такие возможны. Летом он удрал на Мурман, обошел его, плавал по северу, усердно зарисовывал костюмы, богатый альбом с приложением своих соображений он представил, как кандидатское исчинение. Анучин был в восторге, забравший в музей редкий альбом зарисовок, к сожалению, я был помягче. И я ж пострадал, отстраняя от себя интересные предметы, ставших географом под щучьи зубы профессора Лейста. Дмитрий Николаевич Анучин Года два я отчислился специалистом при нем. И, казалось бы, воспоминаний о нем живет Рой, между тем никаких. Каким виделся в 1886 году мне маленькому, таким виделся в 1902, 1903 годах и таким же увиделся около 1920 года. Хотя б и изменилось в нем что-нибудь. Я же менялся. Ребенок, отрок, юноша, муж, муж почтенного возраста, Анучин все седенький до желтизны, размахрастый, с огромнейшим носом, но с маленьким лобиком, плачущим той же морщиной, в то время как рот под усами седыми, до желчьи оранжевый цвел той же лисьего вида улыбкой. Плечи покатые, впалая грудка, всегда в сюртуке, выше, издали, около маленький-маленький, дико-вихры, жестковатые встали, как будто нацелес, головка же полувытянута, полуопущена, как бы под тяжестью турьих рогов, турьероги. По волосяному покрову, по козьей бородке, вполне дряхло-летнее козлище, очень спокойно копытца, влагающая в сердучок, чтобы из бокового кармана, платочек доставший, схватиться за мясо могучего сизого носа, нависленный, очень достойный. Анфас, хитрый лис. Профиль же козерожий. С трибуны и из ложи мог в прежнее время и грозным казаться. На университетском акте, усевши с предпубликой на возвышение, анучин, увидев высокого и власть имущего чина, так вскинул свой профиль предтысячной аудитории, что я подумал, смежбровья, зубчатая молния, вспыхнувший, чина сразит. Но электрического явления не было, истечения электричества были тихи. И профилем виделся ДН издали. При приближении фасом повернут он был добродушной, лукавой, лукавой, улыбочкой. Лис, лис ласковый, а не козел, очень добрый. А говорят, было ж такое время, когда ДН был волосом чорен и выявлял, может быть, обитателя предараратской равнины. Но верно, то было тогда, когда Ной выходил из ковчега, имея по левую руку клыкастого и мохнатоглавого мамонта, правую же руку, вложившую в ладонь ДН, им выводимого вместе с собою, представил его эриванцем. ДН тотчас в пояс сев и прикативший в Москву, вышел сиденьким, точно таким вот, каким видел я его, и отправился в шубу свою, запахнувшись к подъезду, глядящему в кремлевскую стену, к зданию исторического музея, где он помещался своим музеем с кабинетами антропологическим и этнографическим, как исторический памятник. К этому зданию бегали мы на Анучино, перебежав Александровский сад с маховой. Вот бывало, раскроешь тяжелую дверь, впереди ведет лестница в пустеющий зал этнографического музея, где и тряпками, и позументами ярко, зыряне, мордва, вытяки, раскричалися, выпучившие из витрин стекло глаз. Что-то было здесь от паноптикума неуютно. Мы свертывали в дверь направо предлестницы и попадали в парницу, имеющую назначение скорее растить персики, а не Анучино греть. Старичок, вероятно, был зябкий. Раздевшись в передний, совсем небольшой, попадали в теплейшую и небольшую какую-то серую комнату, стол удлиненный посередине, вокруг него стулья, шкафы по стенам, на столе или череп с прибориком для измерения угла лицевого, или здание редкое, пышное, собрание дочерей праматери Евы всех пяти частей света, фиджийки, зулузки, китайки, турчанки, швейцарки, француженки, но без костюма. Студенты любили альбом тот раз сматривать. Между шкафом и столом перед креслом возглавившим стол очень маленький, очень спокойный Анучин с хроническую улыбкою вечности, с бегающими зоркоглазами, плакал морщинами лба пред четырьмя или тремя обступающими его студентами, опередившими нас. Никогда я не видел уездов или приездов Анучина в это теплейшее место. Всегда он здесь был, как растение, связанное с почвою между шкафом и креслом. Пошамкивал, нас ожидая, о том или о сём со студентами, не торопясь, не сердяся, не радуясь. Здесь он читал этнографию, антропологию и физическую географию. Попросту, можно сказать, по-семейному, приходили к нему человек и так двадцать, пятнадцать, и все умещались за длинным столом, им возглавляемым. Он пождёт, пождёт, и начинает читать пошамкивающим тихим голосом, тут же стоя около кресла, при шкафе и шагу не сделавши, как разговаривал, так и читал. Иногда даже трудно было понять, началась ли курсовая лекция или частная беседа, продолжалась. Так и оканчивались лекции, продолжаясь в беседу, о том и о сём. Уходили. Анучин стоял в той же позе, схватяся за нос и пришамкивал студенту, ни разу не изменилась картина. Всегда он нас ждал в этой позе и в этом же месте, всегда провожал нас глазами от этого места. Встречая позднее Анучина в разных местах, я ужасался, в моём представлении он содержался, как редчайший персик в своей исторической теплице. Лекции. Не сомневаюсь, Анучин прекраснейший, глубокомысленный, знающий, очень учёный и, кроме того, просвещеннейший, либеральнейший деятель. Не сомневаюсь, скучал он читать то же самое кучки студентов в десятилетиях времён. В силу почтенного возраста и неизменных сидин надо всем доминировало представление, что нет ничего нового под луною. Это кучка студентов, которая чмокала соску, когда Десянучин таким же студентом читал, та же кучка, забыв этнографию, пустится в жизнь, когда он будет читать теперь ещё соску сосущим младенцем. Бремя непременного круга вопросов, которого центр неподвижный, он, видно, давило почтенного старца. Читал он прессонно, привяло, пренеинтересно, размышляя совсем о другом. И, зная, что слушающие, не внимая, не размышляя, для вида сидят, и, чтоб не казаться смешным, он пример подавал и подрёмывал между словами. Лекции по географии, дума моя о Дионисе, об Аполлоне, об Архилохе, Терпандре, сквозь них раздаётся бывало тишайшее, старческое, берега бывают прямые, изрезанные, лопастные, волчане. Ещё какие, волчане, кто-нибудь тряфкнет, полуовальные. Взгляд, тонучина, с хитрецой иронической, выблеснет. Знаю, брат, выдумал из головы, что ж, сойдёт. Лекции по этнографии, дума и мои в разморении тепличного жара о том, что раствор поди выкипел, пора бежать в органическую, Дмитрию Николаевичу пора бы тянушки свои перестать жевать. Он жевал. Религии бывают христианское, магометанское, пауза. Ещё какие, кто скажет, волчане, кто-нибудь тряфкнет, китайская. Взгляд хитренький, но безотзывный. Возьмёшь под шумок, да юркнешь прямо в дверь. Александровским садом к Зелинскому. После лекции по географии, мной повторённой пришедшему курсу, толпища была, ДН дружбу большую мне выявил, раз даже взяв меня за руку, руку пожав, прошептал стихой нежностью, вы погодите, они, он глазами на них показал, скоро схлынут, просторно здесь будет нам с вами. Он предположил, очевидно, моё перманентное пребывание с ним в поисках этнографических древностей. Я же, имея заданием орнамент, был рад этой дружбе. Ну, думаю уж, и направит он руль моих устремлений. Но орнамент, Дэн, испугал. Старичок всё меня загибал в географии. Я ещё пробовал пускаться в этнографические беседы, весьма сомневается, чтобы показанные им осколки камней были подлинными гратуарами или первобытным орудием, представляющим ценность. Мы шуточно спорили. Раз даже я утверждал, что коль то гратуары, то я могу принести ему много дюжин этких гратуаров с прогулок близ новодевичьего. И я увидел тот же хитренький взгляд, безотзывный. Так, поборовшись два месяца из-за орнамента и, говоря откровенно, распарясь ужасно в теплице, Анучина я успокоил и, бросив задание, увлёкся оврагом. И мне, и ему это проще. Ему не давать указаний о литературе и не углубляться в мои углубления, мне не ходить на Анучина, а усесться в Румянцевском, где материал по оврагам и 24 тома отчётов Нижегородского и Полтавского земств об оврагообразующей силе, составленных Докучаевым, празднопылели меня ожидая. Я так и поступил. Появляясь к Анучину редко и заставая его в той же хронической позе, меня спросит, ну, а как с указаниями? Для чего? Всё ж указано. Овраги бывают такие и сякие, и борются с ними так, сяк. Материал Докучаев, Масальский, статейчек несколько, да глава динамической геологии силы размыва. А практика всюду, куда не приедешь, растущий овраг, ложись в траву и наблюдай его формы, отвесы, учитывая плодородие десятин, отстающих в сравнении с плодородием плоских поверхностей, бегая к оврагу, калоши надев после ливня, чтобы видеть эффекты размыва. Владимир в север объездил, чтобы зарисовки костюмов иметь. Я же лето провел комфортабельно в Тульской губернии, лежал на животе, любуя закатом, и, между прочим, имея под собой обрывистые овраги, всё камни в них скатывал. Я любопытно. Так я сочинял про овраги. Весьма получил. Лишь одно неприятно. Зачисленные в списке географов я был обязан по роду занятий к лейсту таскаться. Практические занятия у лейста для нас обязательно были. По лестницам обсерватории браживал, очень высокие, и дождемерную кружку пустую держал я зачем-то в руках. Нет, физическая география, как и метеорология, не науки, а помесь и пёстры. Тут тебе кое-что из геологии иностранцев, кое-что просто из физики, кое-что из черчения, картографической проекции, кое-что из космографии, закон Корцебера, речных берегов. Тоже метеорология, анекдотический сборник в 500 страниц помеси, учебник Лачинова. Просто выяснилось. Горе я специалист, защищаюсь я. Физическая география, горе наука. Моему внезапному исчезновению не удивился Анучин, и тот же всё добренький голос, и тот же всё плач, поперечных морщин, только искра иронии в глазах усилилась явно. По напечатании моей статьи формы искусства в весьма для Анучина одиозном мире искусства. Он мне подмигнул среди лекции, иронически процитировав громкую фразу мою из статьи, мол, читал, подморгнул. Он беззлобно, хотя, вероятно, статья озадачила, профессор Кирпичников передавали её, похвалил. С появлением этой статьи старичку стало ясно, что путь мой весьма, весьма мимо моей специальности, как и пути его слушавшей группы, среди которой художник Владимиров думал о Мюнхенской академии, а Петров его слушатель вероятно более думал о музыке, как я думал о Мережковском, о Брюсове, о строчках блока и даже о нитробензоле, которую я ванилин превращал в это время. Понявший, что путь мой далёк, что естественное отделение факультета мой двор проходной, успокоился он и весьма благородно спасал на экзамене от тупоумно вперённого и бородатого лейста, желавшего очень меня доконать. Дмитрию Николаевичу, доброму старичку, как свершин Араратских, взиравшему на факультетские злобы, спасибо. Совершенная противоположность лекции Климента Аркадьевича Темирязева, представителя той дисциплины, и которая стала мне самой далёкой в то время, когда он нам начал читать. Не интересуясь вовсе растением с первого курса, что мог я от лекций по анатомии и физиологии растений усвоить. И кроме того, нагруженной весьма интересами литературы, искусств, методологии и обязательными предметами, ставимой передо мною университетской программы, ходил Темирязева слушать я изредка, чтобы видать прекрасного, одушевлённого человека, метающего большие голубые глаза с превзвизгом ритмическим вверх зигзагами мчащегося вдохновенного голоса, выявляющего фигурой и позой взлёт ритма. Я им любовался. Взволнованный, нервный, с тончайшим лицом, на котором, как прядала смена сквозных выражений, особенно ярких при паузах, когда он, вытянув корпус вперёд, а ногой отступая, как в памину этном, готовился голосом, мыслью, рукою и прядью нестись на при взвизге. Таким прилетал он в большую физическую аудиторию, где он читал и куда притекали со всех факультетов и курсов, чтоб встретить его громом аплодисментов и криков. Влетев в сюртуке, обтягивающем тончайшую талию, он громом встреченный бег обрывал и отпрядывал, точно танцор, перед его смутившей импровизацией тысячного визави в сложном акте, свершаемой эвритмии. Стоял полуизогнутый, но как протянутый или притянутый к нам, взвесив в воздухе очень худую изящную руку, переволнованный, вдруг, просветляясь, сияя глазами, улыбкой цветя, становясь чуть розовым, кланяясь и протягивал, чуть-чуть потрясая нервнейшие руки. Приветственный жест этот нам, как ответ на приветствие, так к нему шел, так слетал, безотчетно, что всякая мысль будто бьет на эффекты, о нем говорили так, клеветники, отпадало. Перекид понимания меж ним и собравшимися был естествен, так же, как радость весенняя, обуевающая на заре. Видел он в молодежи зарю социального взрыва, и видела в нем молодежь, зов и зорь, манифестации жаркой волною охватывала. Но вот он начинал. Поражало всегда расстояние меж взрывом восторгов и темою после взволнованной паузы о растворах, о соках растений, сосудах и плазме. На первую лекцию к третьему курсу под топанье и аплодисменты влетал он с арбузом под мышкой. Знали, что этот арбуз он оставит, арбуз будет съеден студентами, он демонстрация клеточки. Редкий пример, что ее можно видеть глазами. Тимирязев резал кусочки арбуза и их меж рядами пускал. В Тимирязеве поражал меня великолепнейший нервно-ритмический зигзаг фразы, взлетающий, сопровождаемый тем же зигзагом руки и зигзагами голоса, рвущегося с утеса над бездной, не падающего, взлетающего на новый, крутейший утес, снова с него взвивающегося до взвизгов вполне поднебесных. Между взлетами голоса фразу, секущие паузы, краткие, полные выразительности, во время которых бурное одушевление как бы бросало сквозь молодеющий лик, и падала непокорная прядь на глаза. Он откидывал эту прядь рывом вскинутый вверх головы, поворачивая направо, налево свой узкий, утонченный профиль, сидеющий узкой длинной бородкой, направо, а то выступая налево, направо, рисуя рукой сжимающий мелочень легкие линии, точно себе самому дирижируя. Он не читал, а чертил свои мысли как па, и потом, повернувшись к доске, к ней бежал, чтобы неразборчиво ткани сосудов чертить нам. Казался таким легконогим, безбытным. А для меня посещение его лекций было менее всего изучением физиологии ткани, а изучением жеста ритмического. В эту пору такими же взрывами, взлетами, ведь протекала борьба его с министерством. Я помню, как бросил перчатку он выходом из университета, и как он гонимый добилстки своего. Помню, как повалила толпа со всех курсов встречать его ревом, и он перед нею расцвел в той же паузе вытянутой. Во время студенческой стачки в феврале 1991 года Тимирязев рекомендовал студентам продолжать забастовку и отказался подписать воззвание профессоров к студентам с требованием прекратить борьбу. Получив за это выговор от попечителя, ученый подал в отставку и лишь по просьбе всех профессоров университета взял свое заявление назад. Когда осенью 1901 года Тимирязев приступил к чтению лекции в Московском университете, студенты устроили ему чествование, были прочитаны приветственные адреса. В ответном слове Тимирязев сказал «Я исповедую три добродетели веру, надежду и любовь. Я люблю науку как средство достижения истины, верю в прогресс и надеюсь на вас». Все к чему не касался он символом пела. И красная лента, которая механически на профессора сваливалась и в которой был должен профессор на акте читать с треуголкой в руке и при шпаге. Эта красная лента пропела предтысячной аудитории знаменем красным, когда Тимирязев на кафедру встал. Поражала в нем очень яркая сердечность порыва, соединенные с огромной культурую и с расширением его интересов на искусство, общественность, музыку, литературу. Я не говорю о науке, которой владела. Я не специалист, лишь отсиживавший его лекции. Да разве горе участник практических занятий по анатомии растений, которые вел ассистент его, строганов. Знающие утверждали, что курс Тимирязева по физиологии тканей был курсом и им лично проделанным экспериментально. Его общие статьи вверх изящества, его публичные лекции блеск. Неученый меня умилял в нем, утонченный культуртрейгер, умевший в каждый шаг силу чувства влагать. Я не забуду профессора Тимирязева на юбилее математического общества, превратившемся в чествование отца. Он читал ему адрес и в этот акт силу сердечности внес, когда голос его задрожал и он рыком бросаясь, как будто его подл отцу. Мои личные отношения к нему как студента — экзамен. Он спрашивал быстро, просто и дельно. Увидев, что знаю, он не задерживал и не меменькал, как некоторые другие, молчащие перед молчащим студентом или высиживающие минут этак десять вопросик, а время идет. Не помню, как познакомился я с Тимирязевым, только при встречах здоровались. Кончив университет и читая публичную лекцию в 1907 году в политехническом о Фридрихе Ницше, я был удивлен, перед собой увидев его. Зная, что стиль моей лекции очень далек ему, перед конфузился перед учителем с слушателем. Слушал тихо, культурно, не так, как иные, которые, если сочувствуют, то из десятого ряды кивают, коль нет, то ужасные мины состраивают. Он слушал скромнейше. Потом, вскоре встретив его, если память не изменяет, на выставке и, подойдя, я признался ему, как смутил он недавно меня. «О-о-о, что вы!» пропел он с изысканным жестом француза, в нем было французское что-то, все с тем же, изученным мною культурно-сердечным. Позднее удар с ним случился. В 1910 году мы встречались в Демьяновском парке, где жили как дачники. Он в коляске сидел в тени лип или прихрамывал, опираясь на палку. Танеев к нему каждый день заходил, они, кажется, в эту эпоху дружили, соединяло культурность, начитанность, знание литературы и такт удивительный. В 1917 году я опять с ним встречался в Демьянове же, где еще Тимирязевы жили. Он двигался лучше, но был возбужден. Мы согласно хвалили журнал, издаваемый Горьким, сотрудничал в нем он и Горьковскую газету «Новая жизнь», казавшуюся большевистской тогда, то есть в июне 1917 года. С Керенского Еще с университета имел удовольствие видеть Климента Аркадьевича, номер второй. Только кожа лица была молодая, оборотка светлее, казалось, без седины. Он ходил в светлой, чистенькой, очень тужурке, был младшекурсником, математиком, кажется, назывался Аркадием Климентовичем. Удивительное сходство лица, минус непередаваемый огонь Тимирязева и плюс степенность, солидность движений. Весьма отличавший Аркадия Климентовича от Климента Аркадьевича. Я бы мог и далее продолжать обзор университетских курсов, лекторов, учреждений, но, полагаю, здесь приведенного материала достаточно, чтобы составился образ преподавания моего времени. Прибавлю, лекции профессоров Павлова, Вернацкого, Карузина, Горожанкина очень много давали для составленной мною программы, единства, которой, система соположения фактов, мне нужных и, так сказать, выщипанных отовсюду. Преподавание было высоко поставлено Себонеева, Заграфа, Голянкина, Янучина. Я уходил порой несолнохлебавши, порой с притупленным интересом к предмету. Но соединение имен Умов, Зелинский, Вернацкий, Менцбир, Павлов, Темирязев и Горожанкин было созвезден. Такого соединения превосходных специалистов не встретил я на филологическом факультете, на котором оказался с 1904 года. Лишь на нем я понял высоту преподавания, пошедшего впрок у нас на естественном. У рубежа Естествознание остро врезалось в мое сознание с 1899 года. Весь 1900 год прошел в усиленном чтении и в занятиях определенного устремления овладеть фактами точных наук, чтобы овладеть пониманием методов. А пониманием методов служило мне материалом к увязке одной половины моих идеологических ножниц. Другая половина моей интересы к искусству, чтение в этом круге, проблема вынашиваемого символизма, наконец, творчество. Посредине, между двух вытягивающихся устремлений, искание внешней формулы перехода. От философии Естествознания через теорию знания к философии искусства. Одно время я усиленно читаю Вильгельма Вунта, начиная с его основания физиологической психологии. К Вунту я привлечен в волюнтаристической и параллелистической, хотя нечетко проведенной позиции. Шопенгауэр не удовлетворяет уже, Гартман тем менее. Ищу логических мыслей у Ланги, прислушиваюсь к энергетической позиции Оствальда и скоро заинтересовываюсь откровенным параллелизмом психолога Геффтинга. Так в проблеме обоснования своего мировоззрения я уже натыкаюсь на вопрос меня мучивший два с лишним года. Вопрос в то время весьма дебатировавшийся в философской литературе и который сводился к разговорам о примате теории знания над психологией или наоборот о примате научной психологии над теорией знаний. Философы делились на психологистов и антипсихологистов и я со своим символизмом как мировоззрением должен был дать себе внятный отчет на чем базироваться на психологии или на теории знаний. Ланге подводит ко мне уж вплотную всю неокантианскую линию вместе с папашу и Кантом а психологизм уже сплетает с самой эстетической базою в то время новейших психологических теорий. Тут и липс тут и интерес ко всевозможным прагматическим лозунгам включая Ницше. Сама проблема осмысливания незаметно расширилась атрофируя интерес к научному фактособирательству. К этому присоединился уже вне теоретического интереса просто безумные увлечения Ницше как художником и как личностью вытесняющие мои доселе столь любимые кумиры Вагнера Достоевского Ипсена Гауптмана Миттерлинка. С осени 1899 года я живу Ницше. Он есть мой отдых, мои интимные минуты, когда я, отстранив учебники, отстранив философии, всецело отдаюсь его интимным подглядом, его фразе, его стилю, его слогу. В афоризме его вижу предел овладения умением символизировать. Удивительная музыкальность меня, музыканта в душе, полоняет без остатка. И тот факт, что Ницше был и в буквальном смысле музыкантом, вплоть до композиции, в этот период, мне кажется, не случайным, ведь и я в те годы утайкую, пробирался к роялю и часами отдавался музыкальным импровизациям своим, когда родителей не было дома. Философ-музыкант мне казался типом символиста. Ницше мне стал таким символистом вплоть до жестов его биографии и до трагической его судьбы. Уже в то время я строго различал две сферы. Сферу символизма, как теории, оправдывающей право на творческую символизацию, и сферу этого строительства, символизм, как символизация эстетическая, этическая и так далее. Ницше мне никогда не был теоретиком, отвечающим на вопросы научного смысла, но и не был эстетом, завивающим фразу для фразы. Он был мне творцом самих жизненных образов, теоретической или эстетической смысл, которых откроется лишь в пути со-творчества, а не только со-мысли. Наконец, Ницше анархист, Ницше борец с вырождением, сам изведавший всю его глубину, Ницше рубеж меж концом старого периода и началом нового, все это жизненно мне его выдвигало. Я видел в нем первое, нового человека, второе, практика культуры, третье, отрицателя старого быта, всю прелесть, которого я испытал на себе, четвертое, гениального художника, ритмами которого следует пропитать всю художественную культуру. Период с осени 1899 года до 1901 мне преимущественно окрашен Ницше, чтением его сочинений, возвращением к ним опять и опять, так, говорил Заратустра, стала моей настольной книгой. Сравни записи Белого о конце 1899 года. В Ницше и в Розаново погружаюсь я одновременно, но Ницше влечет меня все сильнее и сильнее. Заратустра производит теперь лишь головокружительное впечатление. Я и прежде читал его, но он не действовал так. Материал к биографии. Таким образом, в этот период во мне ряды интересов, не сталкивающих с водной плоскости, а лежащих, так сказать, рядом наслоений, образующих этажи, по которым надо было уметь подниматься и опускаться. Вот эти этажи в одном разрезе. Первое. Факты наук. Второе. Соотношение методов. Третье. Увязывающие методы центр или проблема перевода данных методов форму выражения другого метода. Например, явление, истолковываемое как ритм, и явление, истолковываемое как форма энергии, и так далее. Четвертое. Сфера символизации или культурного праксиса, творящего акт познания не отвлечением от действительности, а пересозданием ее. В первой сфере я был механицист, дарвинист, во второй методолог, сильную склонностью рационализировать и теоретизировать. В третьей я был символист. И в последней сфере стояла проблема, которую я еще не отчетливо себе осознал, проблема действия или активного созидания и разрушения, право на которую мне дал бы символизм забронированной методологией и умением владеть фактами научного мышления. Нечего говорить, что я себе начертал план, который не в силах были выполнить ни я, ни мое время, ни даже несколько поколений. Передо мной стояла не более не менее как программа осуществить революцию быта, и я провиди ее, бился как рыба об лед, все никак не умея приступить даже мыслями к этой программе максимуму, видевшейся мне как заговор против тысячелетней культуры, выветрившейся в тысячелетний склероз. Как бы я не вооружал себя, философски, эстетически, научно, у меня не было одного из главнейших орудий к пониманию себя и своей проблемы, именно социологического вооружения. В этом пункте я был совершенно безоружен. Мой ответ на социальную и неурядицу непримиримой, непроизвольной анархизм и отрицание не только государственности, но и общественности, построенной на государственности. Но и в теоретическом разрезе, предполагающем минимум четырехпланной строения, я был весьма непонятен. Во-первых, я был непонятен для ряда товарищей, с которыми я встречался в университете. Они видели студента, как будто бы с увлечением работавшего, то в сфере зоологии, то в сфере химии, читавшего реферат по физике с интересными мыслями, и они не понимали, чего мне еще нужно. Не увязывались мои порой дельные мысли о механицизме или клетке с моими философическими размышлениями над ними, и не увязывался мой интерес к искусству с клеткой в зоологическом музее, любезно мне предоставленной с зоографом. Помню, как я удивлял нашу группу, готовившуюся к зачету по остеологии — Воронков, Гиндзе, Зоограф, Петровский, я, когда над учебником Зернова поднимал посторонние споры с Петровским, меня понимавшим. «Бугаева понять невозможно, точно говорит на китайском», хихикал студент Воронков. Наоборот, студент Суслов, который интересовался не фактами, а философией и наук, был иного мнения о моем китайском наречии. Для него китайщиной был мой интерес к сидению в лаборатории. «Вы философ, теоретик, сразу видно, что вы никогда, например, не будете художником или ученым». Мои теоретические домыслы он понимал, то есть опять-таки лишь один этаж моей четырехэтажной композиции и устремлений. Отец меня понимал. И в философских интересах, вплоть до вунта и гефтинга и в научном, не понимал лишь, почему я как бы мечусь между музеем, лабораторией и анучным и вовсе не понимал моего пафоса к Ницше и моей отдачи себя эстетике. Семейство Соловьевых, с которым я живо общался в те месяцы, понимало мои интересы к искусству, к печатающейся в мире искусства монографии Мережковского Лев Толстой и Достоевский, но им был чужд до конца Ницше, которого стиль так пропел всей душою моею, и удивляли их мои длинные разглагольствования о Дарвине, кариокинезисе и так далее. Наконец, они не понимали самого мотива моего появления на естественном факультете. Кроме того, музыка была им далека, и здесь, в музыкальных интересах, я оказывался в прочной дружбе с матерью, но только в интересе к музыке, к художественному театру и к некоторым пьесам Ипсона и Гауптмана, скликался я с ней, все прочее во мне ей было глубоко непонятно. Наконец, до 1901 года никому не был ведом подлинный мотив моего интереса к искусству, кроме семейства Соловьевых, которому от времени до времени я читывал мои стихи и симфонические отрывки в прозе. Так, общение с людьми было общением лишь в том или ином разрезе, то есть неполным общением, не до конца общением. Соловьевым было понятно то зерно во мне, в котором должны были сомкнуться мной столь выращиваемые ножницы. Сама проблема ножниц была им чужда. Именно эта проблема была понятнее прочих моему новому другу, с которым я познакомился в первых же месяцах университетской жизни, Алексею Сергеевичу Петровскому, но ему не было понятно в то время усилия сложить мировоззрение и символизм, который он считал во мне чем-то вроде пунктика или делом, заранее обреченным на провал, отсюда наши долгие споры с ним, иногда переходящие в ссоры. Наоборот, тут именно понимал меня Василий Васильевич Владимиров, мой гимназический товарищ, ставший естественником, как и я. Именно он понимал мои интересы к искусству как интерес к науке и понимал проблему их примирения в мировоззрении. Но процесс построения мировоззрения понимал он несколько упрощенно. Приведи свои мысли в согласие с фактами и закрепив программу, он не видел, что смыкание ножниц есть дело всей жизни, а может быть и всей культуры. Алексей Сергеевич Петровский возникает передо мной в этот период, как бы подводя к точке рубежа. Никогда не забуду удивление меня охватившего от несоответствия, так сказать, поводов к знакомству и поводов к быстрому углублению этого знакомства до дружбы. В ноябре 1899 года читал я свой реферат о задачах и методах физики на физическом семинаре. После чтения ко мне подходит маленький, бледный, болезненного вида студент с зоркими, умными, карими глазами и с поспешной конфузливостью со мной знакомится, нервно подшаркнув ножкой, Петровский. Он объясняет, что интересуется химией и проблемами материализма. У него план объединить группу теоретически мыслящих естественников вокруг студенческого журнала. Волнуюсь и перебивая себя, он объясняет, как был бы осуществим этот журнал. Оказалось нужным согласие отца, как декана, с которым я и поговорил, якобы от группы студентов, на самом деле от Петровского. С такой уже горячностью Петровский мне объяснил, что нам необходимо знать основы высшей математики. Между тем, для естественников не читают вовсе аналитической геометрии и дифференциального исчисления. Так мы с Петровским оказались во главе другой затеи. Во главе группы студентов, обратившихся к приват-доценту Виноградову, с просьбой читать нам аналитическую геометрию и дифференциальное исчисление, он согласился охотно. Меня в то время мало интересовали эти математические дисциплины, но я присутствовал на лекциях и раз даже продифференцировал Виноградову. Это меня по сие время удивляет весьма, ибо я такой памятливый, не могу даже представить себе, что такое проделал я на бумажке. Петровский весьма настаивал на этих лекциях, как увлеченный и убежденный химик, собирающийся на всю жизнь уткнуть нос в физико-химические науки. Что он химик с нюхом, с рукою, с глазомером и с сообразительностью он доказал в начале второго курса с молниеносной быстротой, пройдя все сорок задач качественного анализа и к концу полугодия очутившись в сотрудниках профессора. Осенью 1899 года в нем роился ряд теоретических мыслей о принципах химии, физики в связи с проблемой материи. Он-то мне и указал на книгу Ланге. Первый контакт с ним выявил талантливого студента-естественника и только, но скоро наши беседы приняли неожиданный оборот. Мы с ним встречались первые недели знакомства в кружке зоологов сына Заграфа, Гинза, Баранкова и студента Погожего, как-то сбоку приклеившегося к Петровскому и ходившего за ним. Вместе готовились мы к зачету по остеологии и просиживали в анатомическом театре в остеологической комнате. Молодой Заграф сперва с уважением относился и ко мне, и к Петровскому, а Петровский с некоторым свысока распоряжался им. В нашей пятерке, шестерке, которая скоро рассыпалась, мы с Петровским, так сказать, были над безмолвствующей компанией с рядом вопросов. Я теоретизировал, подчеркивал в кредит свой центр между ножницами, а Петровский с неогновенным мастерством и лукавым, и ироническим подчеркивал именно ножницы. В этих неизменных подчерках он мне виделся скептиком, старающимся меня свернуть с твердынь моего, пока еще строимого мировоззрения, которое Петровский видел лишь как леса без здания, так мне казалось, свернуть и навязать свою программу теоретического материализма и практического атеизма, ибо его ретушь к мифологическим темам меж нами встающим казалась подсиживанием моего романтизма. Если я заинтересовывался Владимиром Соловьевым, А.С. подкладывал мне столь ненавистного Соловьеву и почти никому еще неизвестного тогда Розанова. Я его бил Ипсоном, а он мне подкладывал неизвестную монографию о Тургеневе. Я проповедовал Рескина, а получал реплику «А читали ли вы Аполлона Григорьева?» Мое увлечение поэзией Соловьева он бил Лермонтовым, подчеркиваю, что лучшее у Соловьева Лермонтов, а лучшее в Лермонтове не понято. Словом, мотив, знакомство, интерес к естествознанию отступил на второй или на третий план. Тем более, что круг моих университетских интересов гнал меня к Гертвигу, Делажу и Катарфажу, а круг интересов Петровского гнал его к чтению, казавшихся мне специальными чисто химических книг. Да и сама мысль о естественном научном журнале исчезла в наших беседах, скорее острых пикировках, над учебником Зернова и над хлопающими на нас глазами студентами Заграфом, Воронковым, Погожевым, Гинзе, неспособными понять, в чем соль тихих подколов меня Петровским и вспышек ответной порой просто ярости. Помню, как он в ответ на мою проповедь Ипсона, поблескивая иронически карими глазками из-под Пенсне, Криверот бросил репликой Бугаев всерьез думает, что Ипсон не человек и даже не имеет никаких физиологических функций. Я еще в ту пору не умел в нем различать теплого добра, сердечнейшего, утаенного в глазах и меняющего кривую, усмешку, в улыбку, испытующей доброты, как бы говорящей «тише едешь, дальше будешь». Поэтому корректив к драмам Ипсона в виде физиологии Ипсона показался мне издевательством, и над учебником Зернова произошло бурное мое объяснение Петровскому, что мне трудно поддерживать с ним знакомство, если он будет в таком тоне отвечать на мои мысли, которые следует разбирать, а отнюдь не осмеивать. Такие бурные взрывы происходили меж нами в университете, у зографов, в остологическом кабинете, меня бесило. Вплотную подошел ко мне этот Петровский под флагом естествознания, а вместо естественно научных интересов, читаемых друг другу рефератов, журнала, какой-то диагноз моего существа, ощупывания мозгов, составов мыслей, с меня срывающих маску и заставляющих переговариваться о заветном, чтобы, выслушав это заветное, его сорвать. Я уже тогда ненавидел безобразие разговоров в стиле Достоевского, ненавидел лик Ипполита из «Идиота», и в минуту полной взбешенности на Петровского он мне казался Ипполитом из «Идиота», но с перекошенной эпилепсией улыбкой Кириллова из «Бесов». Я с вами на эти темы не говорю. Раз сухо, сказал я и повернулся к нему спиной. И как же я был удивлен. Ни обиды, ни позы, ни психологизирования. С доброй, сердечной, печальной улыбкой и с глазами, ставшими просто прекрасными, точно от внутренно проливаемых слез, он по-серьезному со мной объяснился. Вскоре произошел между нами незабываемый разговор вдвоем в большой и показавшейся мне унылой квартире. Не люблю я пошлого выражения «открыл душу», то есть открыл то, чего открывать нельзя, что лишь выявляется в конкретной совместной работе, в общении деловом, а не душевном, в кавычках. Но с этого разговора я понял, мы с А.С. братья, как и с Сергеем Михайловичем Соловьевым, но темы нашего братства иные. Тема, сблизившая меня с Сергеем Михайловичем, мой проход избыта нашей квартиры в широкие для меня перспективы культуры начала столетия. Ощущения предвесенние соединили нас, братски, с С.М. С А.С., ставшим в тридцатилетие нашего с ним общения родным, тема, так сказать, побратимства, была темой конца или обзора мытарств того быта, который я испытал до начала эмансипации от него. Только А.С. и в описываемое время был более одиноким, чем я, и с несравненно большую силу и отрицающим то, что для меня уже стало предметом теоретизирования, как пережитое прошлое. Сергей Михайлович был во многом защищен от когтей конца века, исключительными родителями, исключительную атмосферу дома, быт, который был уже не быт, а дыра в быте или уныр от быта, и он не мог еще в те годы понять степени моей поцарапанности. Но что мои царапины перед перенесенным, понятным и отринутым Алексеем Сергеевичем? На том, можно сказать, кожа висела клочками, а кривой передер губ, который я относил к достоевщине, был только силой страдания, боли и большей зрелости в теме быта, которую он ненавидел всей силой души, ибо он задолго до нашего чтения Сологуба развивал передо мною картину Передоновщины, а освобождение видел не в заре, а в теме «Жалость смерти» заглавия сборника рассказов Сологуба. Во мне в те годы было больше здоровья, но и наивности, больше предприимчивости, но и легкомыслия. Алексей Сергеевич был зрелее. Весь его внутренний мир складывался как лестница антиномий, и мне стало понятным, что подчеркивание им моих ножниц в ответ на проблему их преодолений символизм было, во-первых, испытанием доброкачественности моих лечебных средств. Алексей Сергеевич ненавидел компромисс, позу, квази-преодоление антиномий, и потому-то в ответ на мои надежды на будущее он углублял передо мною картину истлевающих личин старого строя. Позднее читая истлевающие личины Сологуба, я точно видел Петровского, поворачивающего меня на обстание и тихо мне говорящего «Вы тут с Ипсоном?» «Нет, Ипсон, палеотив». И я понял. Кроме действительного интереса к химии, материализму, точной науке, была доля и кулака, показываемого тем настроением, от которых передергивало Петровского. И, между прочим, от всякой официальной религиозности его передергивало, и от того он казался мне богохульником. Бывало, я ему процитирую Владимира Соловьева, сочинение, которого я начал штудировать с осени 1900 года, а он мне «Соловьев в больной», какой-то древний халдей. «Но стихи!» «Стихам Соловьева», противополагал он Лермонтова, уча меня оценить сказку для детей. И я увидел в этом психологизирующем скептике испытующее, тихое и прекрасное устремление к новой жизни, выступавшее из-под скепсиса. Алексей Сергеевич виделся точно Лермонтовым наших дней, Лермонтовым по-новому, со всей силой мятежной поэзии и ему укрытой под маску химических интересов. Лермонтовское «Нет, не тебя так пылко я люблю», обращал он как бы «В нет, не тебя я так едко осмеиваю по отношению к будущему, по воленному, как живое». И не Ипсену насмеивал, как я наивно предположил, а ипсенизм, ставший модую и породивший десятками сольносов, боркманов, будто идущих на башне или будто борющихся жизнью. «Знаю я этот паршивый стиль, не вытравленный из клопиных кресел, на которых и по сие время сидят в сологубовском обалдении избранные культурники со своими женами. Эти клопиные кресла всюду найдете вы. Видел я их еще недавно». Муж с научных девысот озирает жизнь, жена воображает себя Геддой Габлер, забывший, что Гедда Габлер в двадцатом году сморщенная старушка, уехавшая от центра в затклую глушь. Кресла клопиные, в квартире пауки, моль, ссор, срамы и душевредительства. Алексей Сергеевич Петровский, стоя у рубежа, мне всюду подчеркивал пауки, чьих пыль гниль нестираемый легкую тряпочкой омоложения быта, а сожжением этого быта дотла, что он может безумно увлекаться и в своих увлечениях переходить все границы по-лермонтовски же. Он доказал мне с самого начала начала века, нас с ним связавшего окончательно. В конце века стоит он передо мною, как страж порога столетий, как бы не пускающий меня к началу века и подвергающий проверочному испытанию. До конца ли, отрекся ты, до конца ли проверил себя? Действительно ли веруешь в свой символизм? Действительно ли видишь зарю? В ответ на мои эстетические и идеологические горизонты он поворачивал меня на меня самого. Его дружба со мной была экзаменом, производимым им моей личности, и вместе с тем я чувствовал, что только он из меня окружающих до конца перестрадал тему конца, так что рубеж столетий в нем стал и неначертанным и невырубленным, а органическим образованием каким-то переживаемым мною в то время как горб. Но этот горб был в нем тычком перевала. Наша растущая связь была мне органически мотивирована. Ни в ком не видел я до такой степени себя же, томящегося в тисках, которые мне ненавистны, которых иные мои товарищи недоузнали, недоиспытали, а многие, как зоограф Юрочка и не видели вовсе. Папашин и сынки катались ведь как сыр в масле. Квартира Соловьевых была мне в те годы необходима как выход в культуру. Алексей Сергеевич был столь же необходим мне, как контролер моих прав на этот выход, знающий во мне то, чего другие во мне не видели, знающий во мне мое подполье, мой заговор и всю степень моей нелегальности. Мой выход в культуру без бомбы, в подполье изготовляемой был бы легковеснее и безответственнее, если бы не А.С., не раз меня возвращавший в мои катакомбы и обучавший меня химии взрывчатых веществ. И не случайно, что он, химик, и в буквальном смысле не раз являлся сбрюзжанием, нацепивший пенсне на свой нос, выручать меня из химических моих недомыслей. В этом обучении им меня химической сметки изживалось обучение им меня вниманию к собственным мыслям, чтобы искомый мной синтез, смыкающий тезу и антитезу ножниц, был бы квали-то-тивен, а не только кван-ти-то-тивен. И опять-таки не случайно я у него на столе произвел химический взрыв. Считаю, что я-таки приложил руку к тому, чтобы взорвать в нем излишне гипертрофированное равновесие ножниц в бурное беганье одного лезвия вокруг другого лезвия, ведь органическое общение есть взаимообщение. И из того, что он мне безмерно дал в жизни, как добрый гений и очень значительных моментов, заключаю, я не мог не дать хоть чего-нибудь, иначе не было б нашей тридцатилетней дружбы. В смысле конфигурации людей вокруг заветнейшего ядра моих устремлений в точку рубежа, отделяющего декабрь 1900 года от января 1901, Соловьевы и Алексей Сергеевич являли собой ножницей. А. С. испытывал добротно ли то, что меня связывает с Соловьевами, а Соловьевы испытывали добротен ли тот дуализм устремлений, которого порой опасались они. И опять-таки удивительно, гармонично, эпоха первой моей попытки сомкнуть ножницы педалированием весной 1901 года теми интересами, от которых я должен был отчасти отвлечься в 1899 году педалированием интересами к естествознанию. Эта эпоха совпадает с появлением А.С. у Соловьевых, не случайным, конечно, и просто увлечением им Ольга Михайловна Соловьевой, которая с той поры мне тычет Алексеем Сергеевичем в нос. «Нет, Боря, не так, Петровский, вот другое дело», или «Нет, вы шатаетесь, тверд только Петровский». Не случайно, что мое первое знакомство с Брюсовым у Соловьевых произошло в присутствии Петровского. Встретились три представителя рубежа и схватки столетий. На другой день мы встретились с трое опять же в той же квартире Соловьевых при моей встрече с Мережковскими, и Брюсов записывает в своих дневниках, были там еще два наших студента-декадента «Бугаев Борис Николаевич и Петровский». Алексей Сергеевич отстоял в то время за три девять земель от всяческой литературы и Скорпиона, и тем не менее Брюсов воспринимает А.С. как нашего, как декадента, и это ощущение сходства в «нет», произносимого всему старому, и ощущение перехода через рубеж двух столетий. Алексей Сергеевич в эпоху 1899-1900 годов всем жестом общения со мной невольно поворачивает меня на прошлое, заставляя синтезировать в единый образ ступени расширения той же картины, под которой я подписал бы конец, конец столетию, конец эпохи, конец быту, и заставляет сказать серьезнейшее «нет» всему тому, отчего я страдал 21 год. И я вижу этапы развития той темы в себе, которая проходит сквозь все мое творчество от 1901-го до 1929-го. Первый этап — чувство отчаяния, ужаса, непонимания. И это застенная жизнь, жизнь профессорской квартиры, которая грандиозный развал, но подпертая со всех сторон лозунгом «так надо, как у всех». Она прикрывает развалы свои коврами, гординами, креслами, чтобы вызвать во мне вскрик бреда. Позднее вижу, участники этой бессмысленной жизни прекрасные люди, выдающийся отец, в иных движениях своих до сих пор прямо сияющий мне, но связанный императивом быта, и мать томящаяся, полубольная, еще более связанная. Я уже четырех лет испытываю на себе терзающую меня лапу эдакой жизни, и не могу, и не хочу, не имею права перелагать вину терзани на тех, кто всею жизнью растерзан. Растерзана, деформирована жизнь крупного ученого и благороднейшего человека, от побоев, наносимых Бугаеву, мальчику, надзирателем, зверем, до истерических истерзов профессора Бугаева семейной обстановкой. И я вижу яркое, честное, одаренное существо, деформированное поклонением с детства, с насильственно раздутыми эгоистическими пароксизмами и лишенное всякой возможности осмыслить свою болезнь. Не как сын утверждаю я, что родители мои в корне прекрасные люди, а как писатель аналитик, разглядывающий их со всех сторон и со стороны после сорока лет раздумий над ними. Итак, виноваты не они, а квартира, сплетенная с другими квартирами. Виновата профессорская среда и профессорская квартира, не наша, а среднеарифметическая квартира профессора. Нет, неспростая в первом жесте вылета из нее разразился в 1903 году манифестом против либералов-консерваторов. В этом открытом письме, напечатанном в первом номере художественной хроники, издаваемой при журнале мир искусства, разговор шел не о партиях, не о программах, а о слишком хорошо мне известной профессорской квартире. Ошибка юноши заключалась в том, что я не проставил открытое письмо к профессорам-либералам и к профессорам-консерваторам, ибо к ним-то я и обращался. И то, что это письмо было понято по адресу, свидетельствует тот факт, что максимум ярости оно вызвало именно в профессорском кругу. В других кругах прочли, покачали головой, забыли, а в профессорском кругу обвели красным карандашом, запомнили, срезали на государственном экзамене, устраивали маленькие пакости в университете, демонстрировали мне презрение над гробом отца, через год негласно уведомили, чтобы я лучше не поступал на филологический факультет, ибо мне на нем делать нечего. «Скажите, пожалуйста, какое чтение в сердце у юноши, страстно одушевленного пройти философскую школу под руководством опытных педагогов, но именно опытные педагоги и не захотели быть педагогами со мной, отказывая в семинарии». Уведомление шло от кругов, где доминировали Сергей Трубецкой и Лопатин. Я не послушался и, так сказать, просунул голову в львиный ров. Такая исключительная белая боязнь длилась до 1910 года. Бальмонту прощали, Брюсову прощали, Блоку прощали, Белому не прощали. Чего? Жеста по адресу профессорской квартиры. И уже в 1925-26 годах шептали, что Яде в романе «Москва» осмеял ученую интеллигенцию в угоду кому-то, и чему-то. Не говоря о том, что в романе «Москва» профессор Коробкин задуман как апофеоз подлинной интеллигенции от науки. Напечатан лишь первый том, второй пишется. В этих шептах о подоплеках о смеянии мною профессорской квартиры явная клевета, ибо не в 1925 году она увидена, а в 1890 году и увидена и изжита до дна. Именно увидено то, что увидел Коробкин. Дом домом, ком-комом, фасад за фасадом, от адом. Москва. Или странно, гиблимом выглядел собственный дом. Вся квартира стояла в чехлах, несволочных. Душненький припах стоял нафталина, доисторический мрачный период, еще не осилен культурой. Культура же примази. Поколупаешь, отскочит, дыру обнаружив, оттуда выскочит, да потопные шкуры обвисшие люди, звериная жизнь, невыдерная чаща, где стены квартиры, хотя по профессорской в трещинах с, в трещинах с. Квартиры, да, в трещины соединились в сплошной лабиринт и так далее. Москва Новая тема книги биографически показать сплошной лабиринт из квартир, ставший бытом на рубеже двух столетий. Над этим-то бытом, согласно увиденным, мы и вздыхали с Петровским, вперяясь в него, переживая вперение это почти как сеанс, слыша веяния бредов и мороков, и опять не случайно, что первый мой бред предстает в виде доктора Родионова, ботовика, принявшего образ меня растерзывающего Минотавра. И тотчас же за ним следует глухое бубуканье почтенного академика Янжула из-за квартирной стены. Он живет за стеной, а переживается, как имеющий постоянную возможность у нас появиться, восстав у постели напуганного ребенка. в переживание сознания уже в 1884 году квартиры, дав трещины, соединились в сплошной лабиринт. Я разделяю почтеннейшего Ивана Ивановича, очень доброго человека, от детского морока, но и очень добрый, ученейший академик, грубыми играми с детьми у стороженок и грубейшим сованием мне гривенников, точно я нищий, перепугал ребенка меня, перепугал грубым жестом. Никто не учил меня инстинктивному отвращению пред грубостью, то инстинктивный протест человеческой натуры против животного проявления в академике, о котором отовсюду слышал я преславные вещи. Соединяясь с такими же грубостями, этот жест и диктовал картину, которую через сорок лет я набросал в романе «Москва» в согласии с юношским открытым письмом, опять-таки согласным с настроением детского бреда. Культура же примази, подклупаешь, отскочит, дыру обнаружив, оттуда выскочит допотопные шкуры обвисшие люди. Лесковская крестная мать не звериха ли, обвисшая миллионом, как шкурою, но примазавшая себе культуру чтения вестника Европы, а добродушнейший староженко, произносящий пустые слова и под либеральным девизом нестеснения свободы, мирно превращающие своих бесшабашных сынов просто в черт знает что. Неужели нельзя было поговорить осмысленно? Повлиять по-человечески, не верю, что невозможно, просто не было культурно-человеческих слов. И опять должен заметить, как раз повезло мне увидеть жесты высокого человечества и слышать слова, действовавшие как огонь, выжигающие лозунги живой жизни, но не в средней арифметической квартире-лабиринте, за исключением иных слов, отца, жестов Льва Ивановича Поливанова и квартиры Соловьевых, я ничего не увидел и ничего не расслышал, кроме парок, бавьевали питание до холодно каменных общих мест, рассеянно уделяемых ребенку, отроку, юноше. Отец запомнился, потому что он был мне отец, а не только профессор, и должен сказать, то изумительное, чем он живет до сих пор во мне, было оприч квартиры-лабиринта, ведь он же и был московский чудак, подчас грубо осмеиваемый староженками или ниченками. Поливанов, но он был индивидуалист. Выше я попытался отметить, что Поливанов и Поливановская гимназия есть Поливанов и папашины сынки, распространяющие душок папаш в руководимой им гимназии, они находились в противоречии. Он не быт, а выскок из быта и в системе жестов, и в системе обучения им ощупывать слово, мне с третьего класса убил он быт подхода к словесности Веселовских, староженок и компании. Соловьевы же были уныром из быта. Можно говорить о среднеарифметической квартире, среднеарифметическом слове, среднеарифметической душевности. И вот среднеарифметическая квартира на кур, пыль и чих, а позднее, когда износилась она, клопы, моль, пауки. Среднеарифметическое слово тупое, общее, черствое, озираешь двадцать один год себя в обстановке этого слова, и видишь ни одного сердечного слова, все сердечные слова услышаны в ином месте и после. Среднеарифметическая душевность, бездушие, дыра, душа провалилась, и под флагом служения абстрактному, даже научному идеалу, я видел явления дикарские, напоминающие скальпирование. Оговариваюсь. Говорю о впечатлении от среднеарифметической суммы, которая реальнейше соответствует нечто весомое, твердое, материальное, то есть быт, и оно от кого? Среднебытовой человек в нем не человек, он декомпонирован в абстракцию, веющую над челом человека в виде дымка папиросы, и после твердеющую в виде клопиного кресла человеческой подставки, то есть чего-то ниже стоящего. Переходишь к личностям и наталкиваешься на яркие, удивительные, благородные, талантливые фигуры, но деформированные, как ноги в мозолях, чудачеством, бессилием, перепугом, рассеянностью и круговою порукою, не колебать устоев. Но этот быт часть целого, ведущие в иные квартиры. Квартиры высококвалифицированного интеллигента в действительности зависят от многих квартир. Неспроста моя крестная мать вела, вот только чем, наш быт. И за нею в бессильном социальном идиотизме плелись интеллигентные семейства, почтительно ее поздравляющие с днем рождения. Она импонировала какой-то силой, неизвестной в нашем дрябло-бессильном быту. И это была сила железной пяты. Мое детское впечатление, что она баба-яга костяная нога, имела социальные корни. Ведь баба-яга едет в ступе, в ступе, а не в костяной ноге силы иги. Ступа социальная форма, ступа буржуазия. И сама крестная мать не ведала, какую тайную силу она импонировала, и те, кому импонировала она, не видали, какой тайной силе они подчиняются. Более того, изумительный педагогический талант Поливанова не ведал, что разбивается он, пленяя мальчишек уроками и все же не сдвигая мальчишек с какого-то устоя, перетиравшего и Поливановскую гимназию в порошок. Мальчишки, разбегаясь по домам, являлись из домов сынками и только сынками, но папаши их не профессора. Средние равнодействующие их русские интеллигенция, буржуазно-дворянская, в ней растворялось и профессорское начало без остатка. Поливановская гимназия, устраивавшая мне гонения сынками папаш, выявила мне более широкий кусок тогдашних устоев, и впечатление от него вздрог испуга. Вспоминаешь отдельных товарищей, отдельных преподавателей и вспоминаешь быт гимназический со странным вздрогом. Моя реакция в различных отрезках времени в зависимости от возраста на быт естественна. Реакция на безотрадную эмпирику арбатской квартиры, улет из нее на крыльях лебедя. Об этом лебеде рассказывала моя гувернантка Раиса Ивановна. Улет открывает в моей душе эпоху господства сказок, запрет сказок, привязывает цепью к квартире. Сжимаясь в точку, отдаюсь культу музыки, страдания будни заставляют меня искать страдания. Позднее услышав о том, что эволюция и прогресс, на гребне которых мы, мягко и безболезненно пронесут человечество в будущее, я начинаю постигать всю скуку такого будущего и проникаюсь непобедимую нелюбовью к позитивистическому мировоззрению, этому винегрету из научных понятий над фактами науки. Отсюда позднейшая моя борьба за эмансипацию фактов, от стабилизации их в механицизме и позитивизме, и отсюда же ненависть к оппортунизму, которая выражается в определенном росте пессимизма, заставляющего меня из философских систем отобрать систему, проповедующую страдания и отказ от жизни. Семиклассник, шопенгауэрианец, переживает картину мира по шопенгауэру, имея образцом этого мира с детства ему поданный пессимизм, переходящий позднее в анархизм, в трагическое миро созерцание борьбы и героических усилий к созданию ценностей, переживаемых по Ницше. Эпоха увлечения Ницше первый университетский год, совпадающий с началом вырва из гимназии, которая мной прочитана в лозунге «Мир есть мое представление» и «Представление уны и лиши». Моя борьба — борьба с преодолением ножниц, межличной моей волей к новому и поданным мне представлением будто бы объективности. Характерно, что с 1901 года, который считаю в себе началом бурного ухода от профессорской действительности, «С меня слетает вся мне навязанная мрачность». Романтика переживания и зорь есть вместе с тем и чувство радости освобождения от навязанных детством представлений и чувства физического оздоровления. И так от ужаса к сказке и музыке, обосновываемым эстетикой ухода от мира страданий. И далее. Из укрепленного центра самосознания врыв в действительность для пересоздания ее. Философия героизма По-новому врыв от узнания действительность тебя терзавшая сама перетлела в ничто. Если вы соберете лозунги моих статей эпохи 1903-1910 годов, напечатанные в символизме и воробесках, то вы увидите в них позвоночник моих миросозерцательных усилий, как диалектику пути от пессимизма через строгизм к загаданной в образах новой культуры. Диалектика имеет эмпирикой биографию. В ней основное ядро, характеризующее меня, а не в окраске скобок, внутри которых еще осознаваемые потенции к культуре. Окраски разные, мистические, анархические, теологические, социалистические, поданные в тональности символизма, не позволяющего догматически прикалывать устремления эти ни к скобкам, ни к окраскам ее. В университете картина быта расширена в картину бытов, вернее, в картину столкновения бытов. Во-первых, я вижу профессора, вынесенного за скобки квартиры, это профессор на кафедре, и профессор научный руководитель, в лаборатории, на семинарии, и этот профессор в среднем выявляет себя бесконечно свободнее, глубже и интереснее, чем у себя на дому и в гостях. Пример умов, которого я знал в детстве как монумент собственной скуки и которого я увидел с кафедры иным, открывается мне подлинно ценное в профессоре, как в человеке и как в ученом. В его квартире есть миф, подчас преследуемый бытом, отец, такой изящный и ловкий, едва усядется за зеленый стол, и он, такой косолапый, беспомощный у себя дома. Профессор с кафедры лишь выявляет свой бытовой облик как деформацию, как мозоль. Быт профессора, так сказать, замозолил. Замозоливание имеет места, как только он сойдет с кафедры, попав в кулуар лабораторий, где уже господствуют сплетни, взаимные притеснения, захват столов Марковниковым показывание кулака Усовым Бередихину, и даже на крупных личностях налипает примость звериного быта, от которой свободен в научном полете он. Но научный полет еще не действительность, построенная на данных науке и логике. Это мне ясно открылось именно в эпоху моего собирания научных фактов и горения научными интересами от микробиологии, в которой влекло, был отбит двумя бытовыми фактами, мелкостью зоографа и отсутствием рабочих мест угонимого интригой Менсбера. Второе мое покушение на научный интерес с изучением орнамента, которым могла бы определиться и вся будущая карьера, ибо в этом интересе увязывались наук и с искусством. В нем не было ножниц, мучительно переживаемых мною, но добрейший анучин, сказал бы я с халатностью, не умеющей разглядеть интересы в студенте, упорным отпугиванием от интересующей темы и пришитим меня к неинтересной мне географии, способствовал рождению анекдотика появления географа-специалиста. Мне до сих пор стыдно, что я писал сочинения об оврагах. Университет вскрыл неравновесие, уравновешиваемое бытом. Что общего между кипучей фигурой Темирязева и благодушием Сабанеева, Мензбером и Заграфом? Они встречались, здоровались, жили, все в том же быте или в точке пересечения разнородных устремлений, переживаемой косностью непременного центра. Принцип относительности не был сформулирован. Время было университетское, стрелка которого двигалась с угла маховой. Унитаризация времен в среднем времени маховой унитаризации бытов в быте царской России. Мое узнание о том, что такого среднего времени нет, а только кажется, что оно существует, и было пережито в картине иллюзионизма, охватившей в гимназии и ставшей картиной кризиса. С какой-то минуты я понял, давящая меня материальность нематериальна. «Прочная почва наших квартир непрочна, и это открылось с потрясающей простой реальностью». Я не видел в те годы социально-экономических условий, ведущих к неравновесию. Моя грамотность, естественно, научная, философская, литературная, обогащалась ценой социальной неграмотности, опять-таки поданной бытом, в котором много было высказываний либеральных и политических. Но лозунги научной социологии не доходили. Янжул с детства жужжал по штатчищическим данным, виделись статистические таблицы потребления соли. Янжул был же фабричным инспектором, а потом и сотрудником Витты, а Янжул был академиком. Только с конца 1901 года с начала знакомства с образованным экономистом, зубы проевшим на Марксе, Кобылинским, потом Элисом, начинаются социологические интересы. Чтению по социологии начинаю отдаваться лишь с 1903 года. В 1904 году я, студент-филолог, голосую за прекращение лекции и превращение университета в революционную трибуну. И с той поры я левый. Сознательность от теоретических усилий включить в программу чтение социологию, от чтения Меринга, Каутского, Маркса, Бебеля, Зомбарта, Штамблера и ряда книг, конкретно показывающих, в чем научный социализм. В эпоху же прохождения курса естественных наук социализм видится до крайности упрощенным, и я отвергаю его за сантиментализм и беспочвенность. Он мне подан в сплетении с либеральными заскоками Ковалевских, которым цену знаю я. В то время и либералы, и консерваторы заслоняют от меня политический горизонт. От рабочего и крестьянского движения я отрезан бытом, незнанием фактов и неимением времени изучить то, что мне кажется лишь малым участком культуры и отчего с детства я отпуган бубуканем Янжула пашсачишчичичским. И потому-то студенческие волнения переживают со мной как симпатичный, но обреченный на провал утопизм. Более того, как нечто вызванное провокацией. Анархический протест против государства и государственной общественности диктует мнение вмешательства в то, что есть иллюзия. Таким подхожу я к рубежу к январю 1991 года с реальным знанием невероятного, небывалого кризиса всей культуры, включающего и будущие войны, и революции, и невиданное строительство, но без точного знания причин, складывающих картину будущего. Но мое увлечение, заблуждение и правды сквозь заблуждение отмечают мне первые месяцы нового века. И потому-то я в теме рубежа отвлекаюсь от них, как осложняющих тему рубежа, как предваряющих второй отдел моих исканий символиста в начале века. Сказал бы я, что в начале века все темы, звучавшие глухо подсурдинкую, прозвучали громко без сурдинки, а темы, звучавшие в конце века ярко, зазвучали уже подсурдинкую в первых месяцах начала века. В этом смысле рубеж столетий удивительно совпадает с моим биографическим рубежом. До 1901 года одно, после другое. Наконец, 1901 год. Есть год моего совершеннолетия, которое опять-таки было мне не аллегорией, ибо я в нем ощутил свою зрелость и свою свободу от 21-летней порабощенности. Наконец, в 1901 году появился на белом свете Андрей Белый, все более и более вытесняя Бориса Бугаева. Кстати, в этом псевдониме я не повинен, его придумал Михаил Сергеевич Соловьев, руководствуясь лишь сочетанием звуков, а не аллегориями. Я, ломая голову над псевдонимом, предложил мне нравящийся псевдоним Борис Буревой, а М. С. рассмеявшись сказал, «Когда потом псевдоним откроется, то будут коломбурить Буревой, Бори, вой». И придумал мне Андрея Белого. До 1901 года я еще внешне заключен в быт, мое вне бытовое бытие урыв, бегство украдкой в квартиру Соловьевых. С 1901 года мои заходы к Соловьевым иногда по три раза в день перевешивают мою домашнюю жизнь, и я лишь возвращаюсь к быту не как жилец в нем. До 1901 года у Соловьевых я все еще мальчик Бори, с 1901 года я равноправный член круглого чайного стола. До 1901 года у меня кроме Соловьевых еще нет своих знакомств. Встречи с Петровским и с Владимировым, главным образом встречи в университете, беседы в химической чайной, прогулки по Кремлю и сидения на лавочках Александровского сада. С 1901 года начинается быстрый рост моего круга знакомств, того круга, который определил мне жизнь последующего моего свободного литературного семилетия. С Петровским мы тесно связаны постоянными заходами друг к другу. На моем горизонте появляются фигуры, которые становятся ближайшими и друзьями, и сотрудниками. Фигура студента Кобылинского, с которым я знакомлюсь у Соловьевых, с которым встречаюсь в самообразовательном кружке у староженок. Кобылинский появляется и у нас в доме с 1904 года. С 1901 года я знакомлюсь с Метнером, чтобы с начала 1902 года вступить с ним в теснейшую дружбу. В 1901 году происходит мое знакомство с Брюсовым, с Мережковским, с Гиппиус, протягиваются связи со Скорпионом через Брюсова и с будущим Муссагетом через Метнера. В 1901 году происходит моя первая яркая встреча с поэзией Блока, до которой о Блоке у меня смутнейшее представление, что есть какой-то гимназист Саша, как и мы пишущие стихи. Я более осведомлен о его матери Али, переписывающейся с Ольгой Михайловной Соловьевой. В 1901 году в университете подбирается наш кружок, то есть кружок около Владимирова, меня и Петровского. В скором времени вливающийся в кружок аргонавтов. Отбор людей, стиль отбора, уже не по линии естественно-научных интересов, а по линии будущих литературных исканий. Начинается явное начало формирования будущих кружков и выход из подполья вчерашних подпольщиков. В теме рубежа эти подпольщики иначе окрашены, чем в теме начала века. Пишущим о начале века следует знать это начало в до начале, иначе их высказывание о фигурах начала века, писание вилами по воде или разгляд картины без грунта, фона и перспективы. В перспективе понимания нас, как писателей 1900 года, надо увидеть нас в 1890-х годах, в них мы не то, что принято о нас думать. Андрей Белый, как мистик, с трансцензусами в потустороннее или хорошо известная карикатура, есть явление жалкое, то есть показывающее жалкость исторической критики. Кто нас не видел в усилиях нашего роста, в учебе, в чтении Милля и в лабораторном чаду, тот не имеет никакого представления о нас и не имеет никакого ключа к пониманию нами написанного. Не для полемики и не для самооправдания я пишу эту книгу, для правды. Марксистская критика должна базироваться на подлинном материале, а не на сочиненном. Сочинен средневековый схоласт Белый, соблазняющий блока мистицизмом, может быть, схоласт Белый соблазнен неправильным истолкованием им изученных фактов естествознания? Так это тема двадцатого столетия, а не средних веков. Так и надо говорить. Томпсон, Оствольд, Эйнштейн вместе с дикадентом Белым неправильно истолковывают данные науки и проблемы имманентности. В этой оговорке большая дистанция, отделяющая символиста начала века, вышедшего из профессорской среды от двенадцатого столетия, на передержке не получится и правда клеймения. Правда рубежа и поколение рубежа ждет исследователей, а задача лиц, принадлежащих к этому поколению, подать материал для суда, пусть сурового, но правдивого. На этом заканчиваю книгу. Кучино, 11 апреля 1929 года. Конец книги. Сентябрь 1999 года. Звукорежиссер Людмила Кадрзнева читал Вячеслав Герасимов. Продолжение следует...